И в то же время она двигалась красивее балерины. Вот почему это скучно. Однако подобная демонстрация длилась менее пяти минут. Группа бойцов алтаря была быстро перебита. С усмешкой она смыла их кровь своей магией и посмотрела в сторону. Вы в порядке? Спросила Софиину профессора. Он откашлялся и кивнул. Да, тогда объясните, что вы подразумевали под смертью. Деклейн убрал свою древесную сталь. Я, как воспоминания из Густа Кманы, исчезну, став единым целым с Деклейном. Он получит все воспоминания о тех днях, но не сможет выдержать такой внезапный хаос. Буря воспоминаний и магической энергии, накопившихся более чем за сотню лет, этого не выдержит даже Деклин. Конечно, он не умрет сразу. Однако это будет тело, ожидающее смерти. Софиин нахмурилась. А что, если я этого не сделаю? Если она не хотела, чтобы нынешний Деклейн умер, ей было достаточно оставить здесь этого профессора. Ей просто нужно было не дать им увидеться. Однако и с этим были проблемы. Что станет с вами, профессор? Профессор, который разделял с ней воспоминания. Он представился как воспоминание Имана, но он также был душой, мало чем отличающейся от оригинального Деклейна. Он думает, чувствует, говорит и любит Джули. Как воспоминание, я останусь здесь навсегда. Если и были отличия от оригинального Деклейна, то только в том, что он не ходил в туалет, не ел и не мог умереть. Действительно, это решение. Софиин ухмыльнулась. Она часто сталкивалась с дилеммами в государственных делах, но на этот раз не было правильного решения. Солнце взошло. Теперь дверь открылась, сказал профессор, открыв дверь в углу. Вам пора. Я еще не приняла решение. Судя по беспокойству вашего величества, решение уже принято. Я был с вами столько лет. Не пытайтесь меня обмануть. Он был прав. Софиин почесала затылок, и профессор кивнул. Это означало, что все в порядке. Я готов остаться здесь навсегда. Даже если я просто воспоминание, это стоит того, чтобы жить. Даже если я застряну на экране конца игры, это стоит того, чтобы существовать. Отсюда я могу хотя бы наблюдать. Профессор. Бум. 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 Однако битва в доме еще продолжалась, и столкновение разных типов магии звучало как землетрясение. Не все враги будут такими же простыми целями, как предыдущие бойцы алтаря. Не тяните, ваше величество. Профессор открыл дверь. Софиин сделала шаг вперед и посмотрела на него. Воспоминания с вашим величеством. Я буду бережно хранить их. Профессор сказал это так, словно снова преподавал. Не забывайте, ваше величество не одиноки. Вы ведь знаете, это не конец. Через шесть лет и шесть месяцев. Просто идите, ублюдок. Профессор вытолкнул Софиин в дверь. За пределы старого дома, в императорский дворец. Хэм. Стоя там, Софиин огляделась. После этого она посмотрела в обе стороны коридора, в котором оказалось. Она улыбнулась и нахмурила брови. Эй, профессор, есть ли разница между этим местом и тем? Дворец также был полон бойцов алтаря. Все в порядке. Там будет легче. Голос профессора раздался из-за двери. Софиин схватила свой меч и огляделась. Сколько же вас тут? Там было много людей в мантиях. Это была отчаянная ситуация. Ее окружили со всех сторон. Но Софиин улыбнулась. Знаете, однажды у меня был разговор с профессором. Она почему-то выглядела очень расслабленной. О том, что я притворюсь, будто начало полномасштабную войну против алтаря. Собрав все их силы в императорском дворце, чтобы растоптать их всех сразу, мы не будем вас убивать. Вы нам нужны, ответил член алтаря с довольно высоким рангом. Он вел себя и говорил, как дворянин. Однако выражение лица Софиин стало жестче. Ты смеешь прерывать императрицу? Извините, но вы должны пройти с нами. Ваш блеф не сработает. Алтарь знала ситуацию во дворце. Исаак и Лавейн все еще были заперты в старом доме, а основные силы императорского дворца сражались в храмах по всему континенту. Поэтому сейчас здесь была только императрица. Даже вы, императрица, ничего не сможете сделать в одиночку. Хаймыф. Софиин фыркнула и выронила свой меч. Это забавно. Кто сказал, что я одна? В голосе Софиин звучала уверенность. Она не блефовала и не бредила. Смотрите. Она указала на обе стороны коридора, где стояли бесчисленные статуи рыцарей. Разве здесь мало рыцарей? Это был намек, который члены алтаря совсем не поняли. На лице Софиин расплылась лисья улыбка. Держите. Она что-то достала и бросила в коридор. Это был снежный шар. Он покатился, остановившись у ноги лидера бойцов алтаря. Однако, похоже, он не зря был лидером. Человек, который ранее высокомерно прервал слова императрицы, внезапно крикнул. Отступаем. Немедленно. Остальные выглядели сбитыми с толку, но их лидер уже бросился в другую сторону коридора. Времени для отступления у вас не будет. Взгляд Софиин излучал злобу. Его талантом была возможность становиться статуей. Он мог внедрить свою ману и сознание в бесчисленные статуи в этом императорском дворце и управлять ими, как если бы они были им самим. Вы знаете, сколько статуй в этом дворце? Десятки тысяч. Он был всеми статуями, а все эти статуи были им. Следовательно, их ждала резня. Наконец-то ты возвращаешься. Искайр. На поверхности снежного шара образовалась трещина, из которой вырвалась мана. Софиин улыбнулась. Черт, тебя подери. Ты припозднился, но время выбрал подходящее, так что я тебя прощаю. Это был рыцарь императрицы, Кейрон. Глава 264. В холоде снежного шара, где гигант устроил себе кладбище, Кейрон жил как статуя. Его единственным спутником был этот самый гигант. Сознание спящего гиганта время от времени обращалось к Кейрону, обсуждая с ним людей и мир. Бессмертный гигант копался в происхождении, но Кейрон, чья жизнь была конечна, был сосредоточен на более четких целях. Страж Софиин. Было ли это призванием или судьбой? Вряд ли ему была поставлена такая цель с момента его рождения. Его мать и отец не зачали его исключительно для охраны Софиин. Это был собственный выбор Кейрона. В тот момент, когда он увидел Софиин, увядающую от скуки, этот выбор был сделан. Люди живут, не зная, откуда они пришли и куда идут. Гигант обсуждал смертную жизнь с точки зрения бессмертного существа. Но теперь я знаю это, глядя на тебя. Глаза гиганта задрожали, словно бурные моря. Вам не нужно знать свое происхождение. Для вас важен сам процесс. Гигант посмотрел на небо. Взгляд Кейрона последовал за ним. Это напоминает мне о многих вещах. Люди выглядят по-разному, но они одинаковы. Я могу многое сказать, просто взглянув им в глаза. Гигант медленно повернул головы, чтобы встретиться взглядом с Кейроном. Он уставился на действительно глупого человека, целью которого была защита другого человека. Человек, данного вам времени недостаточно, чтобы удовлетворить вас. Вы гонитесь за всем, но в итоге не получаете этого и ломаетесь. Вы боретесь, жаждете и ищете, чтобы затем умереть напрасно. Тем не менее, вы не перестаете желать этого, как будто вы никогда не умрете. Слабый свет мерцал в запавших глазах гиганта. Возвращайся. Вернись и расскажи миру. Гигант закрыл глаза. Гиганты все-таки не понимали людей. Мне жалко вас, кто пытается увидеть конец, которого не существует. Торжественный голос стих. Огромное тело гиганта затвердело, словно статуя, и мир содрогнулся. В этот момент Кейрон сделал шаг вперед. Кейрон, почувствовав голос императрицы, зовущей его, он гордо сказал. Моя жизнь принадлежит вам. Дворцовый сад, парк, коридоры, внутренние помещения, столовые, спортивная площадка, театр, офисы, здание суда, подземелья, пристройки, потайные комнаты, цветник, зрительный зал. Наружные стены. Везде стояли статуи рыцарей. Искайр. Их внешний вид не имел значения. Будь то в доспехах, обнаженные, вооруженные луками, мечами или копьями. Если они были статуями, под контролем Кейрона они оживали и направлялись в коридор, где находилась Софиин. Высокие статуи выступили вперед, чтобы загородить группу бойцов алтаря. Искайр. Статуи заскрипели, подняв оружие. Бойцы алтаря могли лишь изумиться, безучастно глядя на эти статуи. У вас нет другого выбора, кроме как умереть. Это был приказ Софиин. Статуи тут же бросились в бой. Убегайте. Это просто неповоротливые статуи. Они ошибались. Это были не просто статуи. Хотя они были сделаны из камня, они не были медленными и неповоротливыми. Наоборот, они обладали ловкостью Кейрона. Вшух. Выпускайте темную энергию. Каха. За пределами этого коридора в императорском дворце было еще много статуй. Следуя приказу императрицы, Кейрон будет ловить и убивать всех врагов, посмевших вторгнуться в императорский дворец. Это была резня. Вшух. Беререр. Бах. Статуи уничтожали бойцов алтаря. Оторванные конечности летели по воздуху, и кровь заливала стены. Софиин шла посреди этого пейзажа. Туп. Туп. В конце этой красной дорожки, по которой шла императрица, ее ждал рыцарь, преклонивший колено. Хаймыф. Софиин изучила ауру Кейрона. Его мана бурлила. Это было свидетельством того, что он вышел за пределы своих способностей, поднявшись на уровень выше. Полагаю, у твоего опоздания есть причина. Кейрон ждал, склонив голову. Подними голову. Кейрон поднял голову, и в его глазах отразилась залитая кровью Софиин. Ты любишь драматизм? Почему ты так поздно? Было много моментов, когда я нуждалась в тебе. Кейрон закрыл глаза, словно извиняясь. Но в этот момент молчание не было добродетелью. Все это было ради того, чтобы стать императорским дворцом. Наконец произнес он. Софиин спокойно оглядела живые статуи в зале. Даже если дворец рухнет, эти статуи не исчезнут. Хайм. Императорский дворец, о котором говорил Кейрон, не был просто зданием, состоящим из стен, пола и потолка. Ясно. Софиин ухмыльнулась. Я поняла тебя. Для Кейрона императорский дворец был всеми статуями, разбросанными по всему континенту, которые наблюдали и защищали Софиин. Теперь я стану дворцом вашего величества. Это был он сам. Я посмотрел на императорский дворец из старого дома. Даже из окна я мог видеть, что с ним все в порядке. В императорском дворце проблемы решены. Это произошло благодаря тому, что Кейрон прибыл вовремя. Рост его способностей тоже был значительным. Это будет большим подспорьем в основном квесте. Профессор. Зато наши проблемы не решены. Мы в ловушке. Закричала Эдриен. Я взглянул на нее. Как она и сказала. То ли это было дело рук алтаря, то ли проделки Дикой Лена. Но дверь была закрыта. Она внезапно не открывается. Эдриен потрясла входную дверь. Луина и Премьен, стоявшие позади нее, тоже напряглись. Нет. Почему именно я? Ихельм, Джулия, Лавейна и Саак только что вышли. Продолжала кричать Эдриен. Около 30 минут назад Ихельм вынес отсюда Джулия. Лавейна и Саак последовали за ними. Однако Эдриен хотела услышать правду обо мне и Джулия. Поэтому она немного задержалась. А когда она попыталась уйти чуть позже, дверь уже не открылась. Связь с внешним миром также была прервана. Ничего страшного. Прошу прощения. Эдриен, чей голос дрожал от злости, подняла голову. Феи были совсем не совместимы с загробным миром, царством смерти. Точно так же, как темная энергия разъяряла меня, так и мертвые действовали на фей. Боже, серьезно. Проявите терпение. Ради чего я должна терпеть? От крика ничего не изменится. Выражение лица Эдриен стало суровым. Как будто она вот-вот взорвется. Луина схватила меня за руку. Что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что если Эдриен окончательно выйдет из себя, мы все умрем. Я знаю. Я подошел к Эдриен и прошептал. Если вы будете терпеливы, я скажу вам о том, что произошло между Джулией и мной. Она тут же навострила уши. Забыв о своем инстинктивном отвращении, она снова ярко улыбнулась и посмотрела на меня. Вы это серьезно? Да. Она любила посплетничать. Да. Ну, тогда мы обязательно найдем способ. Эдриен энергично замахала руками. Затем заговорила премьен. Какой способ? Похоже, нам могут помочь лишь извне. Но как связаться с ними? Хрустальный шар не работает. Я повернулся к ней и сказал. Если алтарь... Ох, позвольте мне сказать вам заранее, мы этого не делали. Внезапно прервал меня появившийся Сириа. Послышался звук шагов и лязг доспехов еще нескольких людей. Алтарь, что вы удумали? Закричала Эдриен, указав на них пальцем. Сириа улыбнулся ей. Ха-ха. Рад вас видеть, председатель. Не вижу причин для радости. Повторяю снова, мы тоже ничего не знаем об этой ситуации. Сириа, не обращая внимания на Эдриен, посмотрел на меня. Он широко улыбнулся и схватился за дверную ручку выхода из старого дома. Конечно же, дверь не открылась. Похоже, мы обречены. Обречены. Не хочу этого слышать. Просто скоро наступит солнечное затмение. Осталось не так много времени. Сириа вздохнул. Когда наступит солнечное затмение, мы все отправимся в загробный мир. Деклин, ты знаешь это, верно? Это было худшее, что могло случиться здесь. Эдриен посмотрела на Сириа, а затем на меня. Что? Что произойдет с нами после солнечного затмения? Я спокойно ответил. Мы еще сможем вернуться. Шесть лет и шесть месяцев спустя. Шесть лет. Вы сумасшедший. Я лучше выломаю дверь. Сириа положил руку ей на плечо. Если вы сделаете это, мы все умрем. Все здесь взаимосвязано, как единое целое. Нет, это место живое. Живое. Да. Мы поняли это, только когда попали сюда. Он усмехнулся, находя это абсурдным. Похоже, кто-то магическим образом преобразовал этот старый дом. Магическая модификация. Да. Это модификация, выполненная с помощью магии. И этот термин не означал ничего хорошего. Полагаю, это дело рук Дикой Лина. Спросил я. Да. Нет никого, кроме Дикой Лина. Кто был бы способен на это? Сириа протянул мне руку. Предлагаю работать вместе пока что, чтобы мы все могли выбраться. Дабы не терять шесть лет. Я не пожал ему руку. Вместо этого отмахнувшись от нее. В этот короткий момент Сириа прошептал мне на ухо. Ты ведь знаешь, если мы не выберемся отсюда, императрица будет в опасности. Более того, Дикой Лин еще и твою ученицу забрал. Это был голос, который лился, как ветер. Я ничего не сказал. Словно Сириа было все равно. Он посмотрел на Луину и тепло помахал ей рукой. Ха-ха. Привет, Луина. Давненько не виделись. Ха-эм? Ага. Вы давно не виделись. Луина ответила с несколько неопределенным выражением лица. Вау. Подобные встречи напоминают мне о прошлом. Как мы раньше. Ай. Эдриен, выпустив свист в Сириа, воскликнула. Тогда мы должны немедленно найти Дикой Лина. Верно. Нет. С другой стороны коридора раздался громкий крик. При этом появились две фигуры. Вам не нужно его искать. Это были Эфрин и Рия. Я. Нет. Мы вас направим. Мы только что встретились с Дикой Лином. Сказала Эфрин. Сириа быстро подошел к ним. Что? Я думал. Вас похитили. Похитили. Я сбежала от вас. Резко возразила Эфрин. Почему-то к Дикой Лину она отнеслась более благосклонно, чем к Сириа. Глаза Сириа округлились. А? Серьезно? Эй. Дикой Лин промыл тебе мозги? Диклин осмотри ее. Что за глупости? Нахмурившись Эфрин прошла мимо него. Топ. Топ. А затем. Она неожиданно бросилась в мои объятия. Это было так неожиданно, что наступила полная тишина. Я уставился на нее и попытался оттолкнуть, но затем заметил ее взгляд. Как ни странно, в ее глазах мерцала печаль. И, похоже, я знал причину. Это ты передала тот камень Маны. Ее глаза заслезились. Не говоря ни слова, она еще крепче обняла меня за талию, тяжело дыша. Что? Вот это да. У Диклейна роман с ученицей. Услышав этот возглас со стороны, я уставился на Эдриен. Я должна сфотографировать это. Черт. У меня нет камеры. Луина тоже смотрела на меня в замешательстве. Нет. Раз камеры нет, я должна увековечить это в виде картины. Я щелкнул Эдриен по лбу с помощью телекинеза. Ай. Не обращая внимания на Эдриен, которая пошатнулась и приложила руку ко лбу, я с трудом отлепил Эфрин от себя. Опустив голову, она пробормотала. Мне жаль, но я все это посмотрела. Глава 265. Все собрались в зале старого дома. Не считая членов алтаря, здесь осталось меньше десяти человек. Все остальные, должно быть, либо погибли, либо сбежали. Они уснули, сказала Луина, указав за спину. Эфрин, председатели Премьен спали вместе. Голова Эдриен лежала на коленях. Эфрин, Эфрин откинулась на спинку дивана. А Премьен лежала на полу. Когда вы стали так близки, она так просто обняла тебя, совершенно не боясь имени Юклайн, спросила Луина с улыбкой. Я покачал головой. Благодаря председателю теперь разойдутся слухи. Я потерял лицо. Это было ужасно. Она внезапно кинулась ко мне в объятия на глазах у многих людей, включая Эдриен. В качестве наказания я завалю ее бумажной работой и заставлю чистить туалеты. Что ж, сейчас от председателя помощи не дождаться, так что просто дадим ей поспать. Я бы даже дал ей снотворное, если бы оно у меня было. Это было место, противоречащее натуре фей. Здесь Эдриен не могла показать проницательность, присущую Архимагу. Неужели Декайлин действительно придет к нам? Да, ответила Эфрин. Декайлин придет. Ему было что сказать. Я впечатлена мужеством этого ребенка. Она осмелилась общаться с Декайлином. Луина слегка улыбнулась. Я беспечно ответил. Она обладает талантом Архимага. Хотя она все еще немного нет. Очень глупо. Я замолчал и посмотрел на часы. Было пять часов вечера. Несмотря на ранний вечер, солнце уже поглотило тьма. Наступило затмение. Это солнечное затмение продлится около двух часов. Мы должны решить нашу проблему за это время, сказал Сириа. Когда половина здания погрузилась во тьму, Луина нахмурилась. Почему ты пытаешься быть дружелюбным? Нет. Как ты вообще присоединился к такому культу? Ха-ха. Культ? Ну, я даже не знаю. Что еще более важно? Смотрите. Сириа указал вдаль. Я обернулся, вглядываясь во тьму. Расплывчатая фигура медленно поднялась во тьме. Рад встрече. Душа умершего обратилась ко мне. Сын мой. Это был Декайлин. Подвал проклятого старого дома, куда меня привел Декайлин. Хотя он был призраком, он, казалось, жил здесь, как обычный человек. Материалы для магических исследований были аккуратно разложены здесь и там. Садись. Стулья и столы были расставлены в центре подвала. Декайлин сел первым и посмотрел на меня. Я сел напротив него, не говоря ни слова. Декайлин не выражал никаких эмоций, как и я. Однако я чувствовал себя немного странно. Я не мог определиться, как мне воспринимать его, отцом Деклейна или своим отцом. Это приводило в замешательство. Давно мы не общались. Это ты закрыл дверь? Нет. Этот старый дом сам закрылся. Он мыслит и действует самостоятельно. Это колыбель, которая поддерживает нас. Это жизнь, ничем не отличающаяся от человеческой. Я нахмурился. Декайлин закинул ногу на ногу. Это твоя магия? Нет. Я просто немного помог. Этот старый дом осознал себя и теперь злится. Почему злится? Он хотел поглотить императрицу. Императрица не должна была покидать это место. Однако некий дух вывел ее окольными путями. Я уже знал, кто это был. И чего же хочет этот старый дом? Ты должен знать. Императрица кроет в себе беду. Бедствие, которое считает себя богом. Бог алтаря. Эта душа ждала своего пришествия из-за пределья мира. Но похоже, что тело уже проявилось в этом мире. Он вылепил себе идеальное тело и отправил его в этот мир. Это Софиин, и на ее теле есть его следы. Со временем он ассимилируется с душой Софиин. Это отличалось от основного квеста. Что-то пошло не так. Или я ошибался, думая, что история предопределена. Игерис первым узнал об этом и попытался устранить это тело. Но у Софиин была уникальная сила, которая спасла ее. Регрессия, возвращение во времени после смерти. Сила, которая не даст ей умереть по-настоящему. Это был лишь вопрос времени. Идиоты из алтаря не захотели дожидаться и устроили эту кашу. Но в любом случае скоро Софиин ассимилируется с их богом. Однако благодаря действиям алтаря эта сила теперь принадлежала Эфрин, а не Софиин. Эта сила помогла Софиин прожить до нужного момента, но в то же время была огромным препятствием для пришествия. Ты должен убить Софиин, Деклин. Если ты поклянешься сделать это, этот дом освободит тебя. После небольшой паузы Деклин продолжил. Этот старый дом, пространство, которое содержит в себе всю историю империи. Он, как и все мы, не хочет уничтожения империи и всего континента. Я вынужден отказаться, твердо ответил я. В этот же момент, Беререр, пространство сильно затряслось. Деклин, на лице которого все еще не было никаких эмоций, спросил. Почему? Я знаю свое будущее. Я скоро умру. Деклин молчал. Он просто наблюдал за мной. Но подчинение судьбе не в моем характере. Его бровь дернулась. Я не собираюсь мириться с таким будущим. Я находил все это странно забавным. Этот бог и все эти ситуации подталкивали меня. Я даже бросил Джули. Я немного улыбнулся, но в моем сердце полыхнуло темное пламя. Это был жар, достигший кончика моего языка. И теперь им придется заплатить за это. Я сконцентрировал телекинез в руки. Пространство вокруг нас тряслось, словно резонируя. Я Юклайн. Деклин кивнул и тихим голосом сказал. Я горжусь тобой. Мое выражение лица напряглось. На мгновение все мысли в моей голове замерли. Внезапно эмоции Деклин защекотали мое сердце. Некая радость наполняла меня. Все это время я хотел получить одобрение своего отца, который был совершеннее и суровее, чем кто-либо другой. Сын, я хотел, чтобы семья Юклайн была великой. Деклин встал. Вот почему я так сильно давил на тебя, не верил в тебя и всеми способами искал вечной жизни. Сказав это, он просмотрел материалы своих исследований. Оставить бесполезное наследие, сделав семью посмешищем, или стать монстром и сделать свою семью великой. Я выбрал последнее. Даже если на мне будет клеймо злодея, даже если я буду жить в другом теле все ради величия семьи, я молча смотрел на него. Он взял книгу. До сих пор я не верил в тебя. Призраки не могли свободно взаимодействовать с этим миром, но они могли делать это с помощью своей маны. Теория Дикойлина. Создание магических артефактов. Возможно, это было совпадением, но сейчас у меня была награда за квест под названием «Талант к определенному типу магии». Теперь ты достоин того, чтобы я мог доверить тебе нашу семью. Он отдал книгу мне. Как ты и сказал, ты Юклайн. И не важно, какая у тебя сейчас душа. Это были двусмысленные слова. И не важно, какая у тебя сейчас душа. Кимуджин и Диклин. Душа, которая была смесью этих двух личностей. Используй темную энергию. Диклин. Используй любые средства и методы. Разрывай и убивай тех, кто спорит о морали и человечности. Растаптывай тех, кто пытается учить характеру и этике. Единственный принцип этого мира состоит в том, что слабые становятся добычей сильных. Диклин говорил это со страстью в голосе. Будь демоном. Он положил руку мне на плечо. Покажи силу Юклайн. Покажи это миру. Сохраняй достоинство. Даже если перед тобой бог, правитель или гигант. Его красные глаза смотрели на меня. Бойтесь Юклайн. Он действительно был человеком, который был больше Юклайн, чем кто-либо другой. В этот момент мне казалось, что я знаю принцип действий Дикой Лена. Я понял это. Не говоря ни слова, я сунул книгу в карман, встал и посмотрел на Дикой Лена. Но знал ли ты? Это я тебя убил. Звери не чтят своих родителей. Родители только воспитывают, а дети только растут. Дикой Лен использовал ману, чтобы поправить мою одежду. Если ты вырос и стал царем зверей, ты имеешь полное право растоптать своих родителей. А самое главное, разве это не я уговорил Кагана убить твою невесту? Я на мгновение закрыл глаза. Ким Уджин, ставший сиротой в очень юном возрасте, не совсем понимал, была ли это любовь или нет. Однако Дик Лен, ты не более чем призрак. Разумеется, учиться жизни у Дикой Лена он не желал. Ему это было противно. Но тот факт, что отец признал его, казался ему неплохим. В любом случае, здесь находится мое воспоминание. Я должен с ним встретиться. Ты можешь умереть. Это мелочи. Тогда выражение лица Дикой Лена впервые изменилось. Он улыбнулся. Возможно, он знает Софиин лучше, чем сама Софиин. Так что я должен встретиться с ним. Хорошо. Это воспоминание тоже ждет тебя. Я открою дверь этого дома. В тот момент, когда я кивнул и обернулся, он был уже здесь. Увидев его, я спросил. Ее Величество приняло решение? Он ответил. Да. Как ты и сказал. Я знаю Софиин лучше, чем она сама. Софиин это отрицает. Но в глубине души она хочет, чтобы мы были с ней. Вот как. Я усмехнулся. Какое совпадение. Я тоже. Нападение на императорский дворец было остановлено за одну ночь. Барьер, который они активировали непосредственно перед атакой, стал их тюрьмой. Они оказались заперты здесь. Туп. Туп. Сейчас Софиин шла по тихому и влажному саду императорского дворца. С трупами алтаря смешались тела придворных дам и евнухов, убитых алтарем. Она остановилась и тихо пробормотала. Ваша кровь и ваша плоть станут удобрением. С вашими смертями прорастет людской гнев, и у нас появится оправдание для экспедиции в вымершие земли. У императрицы всегда был план. Уничтожение храмов алтаря, проведение мероприятия и принесенные сегодня жертвы. Во всем был политический мотив. Более половины евнухов, которые меня раздражали, исчезли. Однако ее бормотание оборвалось. Это было потому, что она увидела фигуру некой женщины, похороненной между трупами. Хэм. Выражение лица Софиин стало мрачным. Она медленно подошла. Ахан, придворная дама, лежала посреди этого ада. Софиин опустилась на колени рядом с ней. Внезапно на ум пришли слова Рахакана. Он сказал, что всех, кто близок к ней, ждет плохой конец. Ты тоже. Ха. Ха. Внезапно Ахан закашлялась. Софиин быстро отдернула руку. Ваше величество. Ахан внезапно открыла глаза и посмотрела на нее. Софиин скрестила руки на груди. Че что? Ты притворялась мертвой? Да, ваше величество. Я пряталась среди трупов. Что более важно, ваше величество. Хэм. Я в порядке. Враги устранены. Ах, я так рада. Ох, как же тебе повезло. Теперь можешь расслабиться. Тут безопасно. Да. Я так рада. Ахан сказала это и потеряла сознание. А Софиин улыбнулась. Я тоже рад, сказал Кирон, подойдя к ней сзади. Затем свет солнца медленно угас. Это было солнечное затмение. Рад чему? Софиин посмотрела на небо. Луна пожирала солнце. Кажется, появился мужчина, который способен справиться с вашим величеством. Что? Посчитав это абсурдным, она оглянулась на него. Кирон сдерживал улыбку. Хотя есть вероятность, что чувство вашего величества одностороннее. Замолчи, придурок. Только появился и уже несешь какую-то чушь. Куда делось рыцарское достоинство? Разве ваше величество не говорили мне, что я слишком много молчал? Но что важнее, Кирон указал ей за спину. Там был он, профессор, Деклин. Софиин встретилась с ним взглядом и вдруг почувствовала что-то такое, что сделало ее счастливой. Но в то же время ей стало грустно. Профессор. Она позвала его тихим голосом, обвиняя себя. Это был выбор, который она сделала, даже не осознавая это. Туп, туп. Деклин медленно подходил к ней. Софиин не потеряла своего императорского достоинства и самообладания. Однако ей все равно было неловко. Она чувствовала себя сбитой с толку. Это было что-то новое для нее. Этот мужчина по имени Деклин всегда заставлял ее терять часть себя. Поэтому, профессор, Деклин, который, казалось, направлялся к ней, остановился возле Кирона, посмотрев на него. Кирон посмотрел на него в ответ. Рад вас видеть, сэр Кирон. Взаимно. Давно не виделись, профессор. Они двое улыбнулись и пожали друг другу руки. Софиин в замешательстве моргнула, прежде чем нахмурить брови. Как они посмели выставить императрицу на задний план? Профессор. Кажется, ее величество сердится. Только тогда Деклин повернулся к ней. Софиин осторожно спросила. Вы в порядке? Да. С моим телом все в порядке. Подойдя к ней, он опустился на одно колено. Теперь я вижу, как сильно вы подросли, ваше величество. Профессор провел сотни лет с юной Софиин, поэтому ему больше была знакома ее юная внешность. Однако для императрицы эти слова были слишком дерзкими. Софиин покраснела. У ублюдок. Не говорите глупостей. Она впервые в жизни испытала это чувство. Джули пришла в сознание. Первое, на что она обратила внимание, был шум бушующий вокруг нее метели. Она открыла глаза, борясь с болью, которая грозила разорвать ее сердце. Джули. Жозефина назвала ее по имени. Джули постепенно успокоилась. Она крепко сжала кулаки и пробормотала. Сестра. Да, это я. Голос Жозефина излучал доброту. Однако это только усилило чувство стыда Джули. Я. Она стиснула зубы. Не в силах контролировать свое дрожащее тело. Она все же заставила себя открыть рот. Я совершила очень большую ошибку. Я. Да. Прости. Я все знала. Ох. У Джули перехватило дыхание. Когда Жозефина вручила ей документы на Рокфелла. Коррупция членов Фрихейма. Правда о Рокфелле и Вероне. Все здесь. Рокфелл должен был умереть. Он торговал людскими жизнями. Не печалься из-за него. Джули, тупо глядя на документ, подняла руку и начала перелистывать страницы. Одну, две, три, четыре. Торговля пленными. Присвоение и растрата. Она снова посмотрела на Жозефину. Что это такое? Деклин не хотел, чтобы его вина была раскрыта. Это не твоя вина. И это не его вина. Это вина Рокфелла. Джули вновь легла на кровать, уставившись в окно ошеломленными глазами. Затем она издала усмешку, похожую на предсмертную агонию. Почему наш отец сделал это в прошлом? Он, должно быть, думал, что это было правильным решением. Сказав это, Жозефина взяла расческу. Если бы Декайлин получил ядро Марика, он бы достиг успеха в своих биологических экспериментах. Возможно, наш отец хотел остановить его? Она расчесала волосы Джули. Вшух. Вшух. Ее длинные белые волосы сверкали, как снег на солнце. Наш отец был таким дураком. Он был слишком одержим справедливостью. Больше, чем семьей. Больше, чем детьми. Волосы ее были прекрасны, но глаза были безжизненными. Во взгляде была пустота. Джули, если тебе действительно жаль. Жозефина протянула ей браслет. Это был единственный подарок, который оставил ей Герис. Живи. Продолжай жить. Даже если тебе придется ненавидеть нашего отца. Зятек нет. Больше его так называть нельзя. В общем, это больше не проблема. Жозефина улыбнулась и показала ей газету. Смотри, Джули, теперь ты официально свободна. Джули прочитала заголовок. Расторжение помолвки между членами семьи Фрейден и Юклайн стало достоянием общественности. Об этом было объявлено официально. Кстати, атака на дворец была две недели назад. Прошло уже довольно много времени. Две недели. Пока Джули была без сознания, мир изменился. Деклин тоже приходил к Трибе. Ах. Джули быстро подняла голову. Расторжение помолвки требовало твоей печати. А. Она тупо кивнула, как будто поняла. Жозефина, которая смотрела на нее так, будто она была жалкой и немного милой, затем серьезно спросила. Что ты собираешься делать теперь? В смысле? Как ты собираешься жить? Ты собираешься умереть вот так? Ты собираешься отказаться от жизни, которую профессор так отчаянно пытался спасти? Деклин вдруг всплыл в сознании Джули. То, что он сказал ей и что сделал для нее. Тайна ее отца и грехи Фрейден. Джули покачала головой. Нет. Я рада. Так что же ты собираешься делать теперь? Как и прежде, ответила Джули, сев на край кровати. Боль, источником которой было ее сердце, распространилась по всему ее телу. Но Джули стерпела. Жозефина спросила, что ты имеешь в виду? Я должна быть рыцарем. Сняв больничную одежду, Джули надела доспехи. Чьим? Джули, схватив свой меч, ответила. Рыцарем того, кому я должна отплатить. Жозефина испытала легкую ревность, но все же это было неплохо. Конечно, я знаю, что прошлое нельзя изменить. Я знаю, что умру. Зима поместья Фрейден. В конце концов, Джули была женщиной, которая больше всего на нее походила. Мне подарили эти дополнительные годы жизни. Она умирала в тепле и жила тем дольше, чем холоднее было. Но хоть это и была зима, без тепла не обходилась. Зима в поместье Фрейден была холодной, но надежда оставалась. Крепкие северяне называли это волей. Я не могу отказываться от своей жизни. Точно нет. Потому что, одетая снова как настоящий рыцарь, Джули посмотрела на Жозефину. Она взяла браслет Игериса и надела его на руку. Символ ненависти, о которой она не знала раньше. Потому что я должна выжить и стать лучшим рыцарем. Жозефина молча улыбнулась. Это будет мой подарок ему. Я хочу быть его мечом. За окном еще бушевала метель. Однако больничная койка была теплой. Воля не покинула этого рыцаря. Так что с точки зрения Жозефины все было неплохо. Даже если огонь этой жизни был в опасности и потускнел до такой степени, что скоро погаснет. Я ревную, но я рада, что ты стремишься жить. Это действительно было неплохо. Затем Жозефина, сама того не осознавая, пробормотала. Но я все же хочу, чтобы эта жизнь была долгой. Хи-хи, не обращай внимания. Глава 266 Библиотека Императорского дворца. Я делал записи о старом доме. Проклятый старый дом. Колыбель душ с интеллектом, сравнимым с человеческим. Похоже, это убежище, принимающее глупые души. Его цель до сих пор неизвестна, поэтому стоит провести больше исследований. Ниже было описание соответствующих магических кругов и формул. Библиотекарь, сохраните это. Да. Библиотекарь Лексиль поставил мое сочинение на книжную полку в библиотеке. Затем он добавил с легкой улыбкой. Я рад, что эта проблема решилась. Вы имеете в виду старый дом? Да. Этот дом все еще находился на заднем дворе Императорского дворца, и души Эгериса и Дикайлина все еще были там. Я бы не сказал, что проблема решена. Существование такой колыбели душ опасно. Души мертвецов не должны оставаться в мире живых. Прошу прощения за мою неосведомленность. Оставшиеся силы алтаря, включая Сириа и Джейрона, были заточены в Имперской темнице. Это стало возможным благодаря присутствию Архимага и Дриен, да и они сами не сопротивлялись. Однако старый дом не был частью какого-либо квеста, поэтому особой награды не было. Конечно, с пустыми руками я не вернулся. Я получил создание магических артефактов от Дикайлина. Создание магических артефактов. Информация Теория магии артефактов, написанная Дикайлином из рода Юклайн. Категория Уникальная магия Твердый переплет, сотканный из маны. Дикайлин был магом, достигшим пика в магии типа податливости, созидания. Его артефакты выходили за рамки искусства и были сокровищами, которые желали заполучить дворяне со всего континента. Так что обучиться такой магии было трудно, как бы хорошо я не понимал теорию. В конце концов, талантом Диклейна было лишь управление. Однако у меня все еще была награда за предыдущий квест, поэтому я тут же выбрал податливость в качестве дополнительного типа магии. Ничего не произошло. Было ли это потому, что податливость и управление имели схожие последовательности в магических кругах? Не было ни жгучей боли, ни какого-то просветления, а только простое системное уведомление. Магия типа податливость добавлена к талантам персонажа. В этот момент кто-то подошел и сел напротив меня. Профессор, это был Айфрин. Наложив заклинание тишины, она спросила. Вы ведь уже знаете о том, что тело ее величества было создано самопровозглашенным богом. Это действительно так? Когда она услышала всю историю от Дикой Лена в Старом Доме, ей стало очень любопытно. Хотя я не знал, почему Дикой Лен решил рассказать ей это. Это как-то связано с причиной, по которой ее величество ненавидит краснорожденных. Это инстинктивное отвращение. Что? Даже если тело ее величества было создано этим богом, она не он. Это другая душа. Правильно будет рассматривать эту ситуацию как одну из бесчисленных ветвей основного квеста. По сюжету игры бог создал это тело и должен проявиться, используя его как сосуд. Но в случае ответвления необходимо адаптироваться под ситуацию. Другими словами, ее величество должна уничтожить его, чтобы выжить. Экспедиция в вымершие земли и подавление краснорожденных также является частью этого. Так выражается ее инстинкт выживания. Ну я понимаю насчет вымерших земель, но краснорожденные, не все представители этого народа злые. Все из-за их религии, как и алтарь, они также верят в богов прошлой эпохи. Они верят в одно и то же пророчество, что однажды бог придет. Вот как? И Фрин кивнула. Потом она ухмыльнулась и порылась в карманах. О, верно. Профессор, смотрите. Она с гордостью представила анкету. Я получила возможность попасть в императорскую гвардию. Делрик сказал, что если я заполню и отправлю анкету, то меня примут. Он сказал, что ее величество тоже хочет, чтобы я присоединилась. Хи-хи. Она смотрела на меня с радостным взглядом, как будто выиграла в лотерею. Я молча взял анкету в руки. Хэм. Эскайр. И разорвал ее. А задаченная Ифрин торопливо протянула руку. Но я сжег ошметки огнем. Не е-е-ет. Че что вы натворили? Это не та организация, к которой ты должна присоединяться. Прошу прощения. Ифрин нахмурилась. Будет война. Императорская гвардия будет убивать детей, женщин и стариков. Ифрин, ты способна на такое? Ее губы скривились. На это было смешно смотреть. Способна. Я уже убивала людей. Я зашла слишком далеко, чтобы останавливаться. Рассуждать о морали, убив на одного-двух человек меньше. Это лицемерие. Я посмотрел на древесную сталь, парящую возле плеча Ифрин. Она была полностью окрашена в серый цвет ауры Ифрин и теперь даже не выполняла мои приказы. Нет, Ифрин. Зрачки Ифрин слегка задрожали. Ты не маг, который убивает людей. Ифрин опустила голову и почесала затылок, прежде чем откашляться. Кахэм. Ну. О. Затем она протянула мне хрустальный шар, словно только что что-то вспомнила. Возьмите это. Я теперь знаю, как пользоваться карманными часами. Она показала мне деревянные карманные часы. Этот хрустальный шар связан с моим. Так что, пожалуйста, храните его не менее трех лет. Три года. Не забывайте. Почему три года? Это срок службы хрустального шара. Потому что ты купила дешевый. У меня мало денег. Но суть не в этом. Ифрин положила свой хрустальный шар на карманные часы. У-у-у. Пока я смотрел, она глубоко вздохнула, вкладывая ману в карманные часы. В них просочилась серая энергия. А потом. Вы слышите меня? Ифрин заговорила через хрустальный шар. Однако этот голос не раздался из моего хрустального шара. Я слышу тебя. Мой голос. Но не текущего меня. Ответил ей. А-а-а-акх. Ифрин закричала. И пена выступила на ее губах. Я кивнул. Я тебя понял. Но побочные эффекты слишком серьезны. Это особенно серьезно. Если связано с вами. Если бы это был обычный человек. Я бы могла говорить. Потребляя умеренное количество маны. Тогда почему ты еще не разбогатела с помощью акций? Глаза Ифрин постепенно округлились. Ее рот открылся. А ноздри раздулись. Ты никогда не думала об этом? Нет, Кахэм. Мне нужно идти. Она встала и убежала. Смеясь, как маньяк. И даже припрыгивая. Я покачал головой и открыл создание магических артефактов. Содержание было зловещим с самой первой главы. Неделю назад произошло великое событие. Еще до того, как прошел шок от нападения на империю. Императрица Софиин официально подтвердила существование алтаря. В то же время они были объявлены врагами империи. Алтарь вытащили из теней. После этого газовые камеры в лагерях с краснорожденными по всей империи были спешно завершены. Враждебность к краснорожденным и алтарю распространилась среди дворян и простолюдинов. Худший религиозный теракт сотряс императорский дворец. Сотни евнухов и слуг убиты или ранены. Часть дворца была разрушена. Фотография. Императрица Софиин объявила военное положение по всей империи и предупредила о возмездии алтарю. А во это уже серьезно. Кажется, будет война. При словах Геррика Орлос, прочитав статью, зевнула и отложила газету. Ага. Кстати, что случилось с тем, что ты им представила? Ты имеешь в виду марионетку? Ага. Ты сказала, что бог использует ее как сосуд? Я не знаю. Я просто сделала ее и доставила им. Как мастер кукольного искусства она завершила свой шедевр и представила его алтарю. Я не знаю, понравилось ли им это. Или, может быть, они еще не смогли найти необходимые ингредиенты. Если бог будет править континентом с помощью этого тела, вина Орлос будет велика. Вот почему она решила сформировать свою команду авантюристов. Но что ты собираешься делать в этом подземном городе? Как и сказал Геррик, Орлос основала базу своей команды здесь, в подземном городе княжества Юрин. Здесь лучше, чем на парищем острове. Подземная часть Юрин сильно контрастировала с надземной. На поверхности все было заставлено великолепными современными высотками, но подземный город был скорее механическим и загадочным, словно созданным дворфами. Здесь все дешево, и за авторским правом не следят. Орлос улыбнулась и указала на книги на столе. Деклин. Магия вероятности. Пиратская версия. Деклин. Анализ значения коллизии. Пиратская версия. Деклин. Правильное понимание формул. Пиратская версия. Пиратская версия, которая полностью игнорировала авторское право, из-за которого одна такая книга стоила бы сотни тысяч льня. Если бы парищий остров узнал об этом, они бы уже подняли шум. Это и было местом обитания знаменитого пепла. Это было чем-то вроде независимого микрогосударства, которое находилось в жерле спящего вулкана в горах Юрин. Место, которое презирали и оскорбляли, поскольку оно было населено анархистами. Здесь не было никакой дисциплины, а правил лишь хаос. Орлос. А ты в курсе? Я слышал. Деклин посетит Юрин. Надеюсь, мы сможем его увидеть. Деклин отправится в Юрин. Орлос нахмурилась. Он собирается навестить магическую выставку, в которой ты участвуешь, пояснил Герик. Магическая выставка. Магические технологии парищего острова снизойдут до простых смертных. Различные страны и башни магии континента будут хвастаться своими достижениями. Даже неизвестные маги, родом не из башен магии, смогут представить свои творения и получить спонсорство. В этом году местом проведения выставки было выбрано княжество Юрин, и Орлос решила принять участие в надежде получить спонсорскую поддержку. Хэм. Тогда нам нужно подготовиться. К чему? Этот парень не перемещается без причины. Должно быть, он знает что-то. Берер. В этот момент дверь в штаб-квартиру их команды авантюристов открылась. Герик и Орлос обернулись. Клиенты? Это была группа из трех человек. Они не выглядели так, будто были местными. Подойдя ближе, они швырнули несколько плакатов. Награда за поимку. Если поймаете до выставки, награда составит 10 миллионов ильни. Похоже, они пытались усилить охрану перед выставкой. Орлос взглянула на портрет на плакате и улыбнулась. Знакомое лицо? Ага. Откуда? Орлос очень хорошо знала это лицо. Это марионетка, которую я сделала. Похоже, ребята из алтаря уже некоторое время используют ее. Что бы ни происходило на континенте, парящий остров не дрогнул. Магическая выставка была ярким примером их стойкости. Какой бы ни была ситуация в Империи, выставка должна быть проведена. Башня магии Имперского университета была такой же. На университетской спортивной площадке проводились бесчисленные магические эксперименты. Что вы думаете о том, что мы приготовили? Поскольку это было довольно большое событие, которое было признано башнями магии со всего континента, Ифрин также собиралась участвовать. Это силовая машина. Выкрикивая это, она помахала мне рукой с сертификатом акций. Похоже, она воспользовалась моим советом. На этом можно ездить и летать. Будет здорово, если наше изобретение попадет на рынок. Ему даже не нужна взлетно-посадочная полоса. Команда Ифрин создала машину, двигатель которой приводился в действие с помощью камней Маны. Это было чем-то вроде одноместного самолета. Представляя его, Ифрин попросила меня оценить ее работу. Им что вы думаете? Это нормально? Осторожно спросил Релин. Я покачал головой. Нет, не нормально. Что? Почему? Ифрин выпучила глаза. Джулия и Маха, которые были в одной команде с Ифрин, тоже были ошарашены. Во-первых, нет системы безопасности, и я пнул по двигателю, забитому камнями Маны. Бах! Он сломался. Даже если в него попадет пролетающая птица, это уже будет крушение. Я фыркнул, как будто это было жалко. Другие профессора с удивлением уставились на меня. Не надо так смотреть на меня. Она номинально подчиняется мне, но если она не оправдывает моих ожиданий, я не буду сдерживаться. Только тогда остальные профессора бросились ругать Ифрин, указывая на ее ошибки. Это было правильное развитие. Она не должна получать похвалу, став моей тенью. Выговор и советы по делу помогут ей вырасти еще больше. В этот момент кто-то позвал меня из тени башни. Голос был едва уловим. Деклин. Мяу. Это был Манчкин, кошка Софиин. В чем дело? Сейчас я не могу покинуть дворец. Мяу. Выйти отсюда сложнее, чем попасть внутрь. Черт. Мяу. Сказав это, Манчкин прижался к моим рукам и пощекотал кончик моего носа своим хвостом. Так что возьмите эту кошку и отвезите ее на выставку. На выставку? Да. Вы ведь все равно посетите ее. А причина? Крита выставит там свое изобретение. Я обещала посетить выставку, и я это сделаю. Он мой единственный брат. Алтарь может напасть. Да. Хорошо. В тот момент, когда я ответил, бабах, раздался громкий взрыв. Мы с Софиин одновременно обернулись. Аааа. Двигатель машины Эфрин взорвался. Ваша ученица иногда просто ужасна. Боже, почему это произошло? Во время тестового полета все было хорошо. Аааа. Помогите мне. При словах императрицы я не мог не кивнуть, соглашаясь. Глава 267. Ночь при полной луне. Яриэль тайно изучала магию в библиотеке имперского университета. Недавно она ненадолго приехала сюда, потому что ей хотелось отдохнуть от Хадикайна. Причиной было нападение алтаря на дворец. Для Яриэль каждый день был нервозным. Конечно, проверять родословную Юклайн никто не осмелится, но всякое может случиться. Ох, остальное я сделаю позже. Около 10 часов вечера она завернулась в мантию и потопала по двору университета. Разумеется, рядом в тени скрывались телохранители, поскольку в нынешнее время было довольно опасно передвигаться в одиночку. Хэм, Яриэль, собиравшаяся вернуться в особняк Деклейна, вдруг заметила группу магов. Это были Эфрин, Маха, Дрент и другие члены их клуба. Но как обеспечить безопасность? Есть мысли у кого-нибудь? Не знаю. Иффи, почему бы просто не использовать более прочные материалы? Тогда наш аппарат не сможет летать. Он будет слишком тяжелым. Они болтали, глядя на какой-то сломанный механизм. Яриэль подошла из любопытства. Что вы, ребята, делаете? Хэм? Ох, мисс Яриэль. Эфрин широко улыбнулась и помахала рукой. Яриэль нахмурила брови. Сколько раз я должна говорить тебе, чтобы ты называла меня по имени без всяких мисс. Так что вы делаете? Это наш летательный аппарат, который мы хотим представить на выставке. Вот это. Возле них на земле лежала разбитая машина, слишком круглая для самолета, без крыльев и с пропеллером наверху. Мы думаем назвать наше изобретение Вертолициосаурон Спартакус. Зачем такое длинное название? И почему вы пытаетесь решить проблему сами? Вам следует попросить профессора Диклейна помощь вам. Он ваш советник. Сказав это, Яриэль сжалоподол своей мантией. Она должна была держать дистанцию между собой и Диклейном, дабы не казаться слишком дружелюбной с ним. Для других людей их отношения должны были казаться напряженными, поскольку она была Ахиллесовой пятой Диклейна. Это будет проблематично. Профессор занят в эти дни, сказал Дрент. Ифрин, стоявшая рядом с ним, добавила. Да, я показала ему наше изобретение, но он полностью отверг его. Так что мы пытаемся исправить его сами. Ифрин вздохнула и посмотрела на сертификат акции в руках. Вскоре на ее лице снова появилась улыбка. Хе-хе, но зато я богата. Игнорируя бормотание Ифрин, Яриэль посмотрела на высокую башню и набрала смелости. На 77-м этаже в кабинете Диклейна все еще горел свет. Яриэль сказала. Тогда я могу попытаться поговорить с ним. Действительно? Спросила Ифрин. Ага. Хоть мы и не очень хорошо ладим, мне с ним проще разговаривать, чем вам, ребята. Ой, спасибо. Яриэль улыбнулась и развернулась. Она отправилась прямо в башню и поднялась на лифте. День. И как только она достигла 77-го этажа. Если ты говоришь о Яриэль, голос Диклейна просочился из кабинета, наполняя темный коридор. Яриэль задумалась на мгновение, прежде чем спрятаться. В полуоткрытой двери кабинета старшего профессора мерцал свет. Внутри было два человека. То это даже не обсуждается. 30 минут назад. Я в некоторой степени понял теорию Дикой Лена. Это была теория, заслуживающая того, чтобы называться уникальной. Магия Дикой Лена, основанная на инженерии, науке, биомедицине и школах магии, позволяла создать живой магический артефакт. Если большинство магических теорий были чистой математикой, такой как геометрия или герминевтика, то эта магия была более практичной. Однако, самым большим препятствием было использование темной энергии в качестве посредника. Если бы Мана могла производить аналогичный результат, это могло бы стать конечной целью для многих магов, выбравших серию податливости. И я пытался понять, как это сделать. Но даже среди магов существовала классовая дискриминация. Среди всех типов магии податливость не пользовалась большим уважением. До Дикой Лена магов, специализировавшихся на ней, называли инженерами, и их ценность была признана только после появления Дикой Лена. Даже сейчас среди магов ранга эфир только одна Розерия специализировалась на этом типе магии. Скорее всего, это было одной из причин чрезвычайно извращенной личности Дикой Лена. Мне понадобится учебный план. Хотя бы ради основного квеста я не должен был монополизировать эти знания. Я должен находить как можно больше талантливых людей, а затем развивать их так быстро, как только могу. Что может быть ужаснее, чем позволить жадности уничтожить континент? Вшух! Ветер подул из окна. Однако я не оставлял окно открытым, и злоумышленник Кто же это знал? Я сказал с усмешкой. Ко мне гости из пустыни. Внезапный нарушитель был новым лидером пустыни. Женщина с большой наградой за ее голову. Или соль. Да. Или соль ответила, используя жесты. Почему ты пришла? Разве ты не ценишь свою жизнь? Или элли поблизости? Тебе не обязательно это знать. Спрошу без лишних слов. Почему ты не сдержал обещание касательно рахалака? Обещание? Ты говоришь о газовой камере в рахалаке? Да. Или соль нахмурилась, излучая ману. Если эта камера будет задействована, у нас не будет другого выбора, кроме как рассказать императрице правду о ней. На мгновение выражение моего лица напряглось. Я приподнял подбородок, глядя на эту дерзкую краснорожденную. Если ты говоришь о Ереэль, да, то это даже не обсуждается. Что? Я остановил руку или соль, которая вновь начала двигаться с помощью телекинеза. Она ваша единственная надежда. Так что даже не думайте о таких глупостях. Мана, которую она выпустила, просто выдохнув, прервала мой телекинез. Как и ожидалось, она была довольно сильной. Думаешь, императрица просто закроет глаза, когда узнает об этом? Веди переговоры должным образом, Деклин. Я пришла сюда, потому что я думаю, как и ты. Ереэль, наша надежда. Затем она медленно пошевелила пальцами, выделяя каждое слово. Взаимное уничтожение. Если мы скажем об этом императрице, умрем и мы, и ты. Ты мог бы хотя бы попытаться договориться с ней. Ты слишком легко позволил построить газовую камеру в Рохолоке. Я молча наблюдал за ней. Ухмылка тронула мои губы. Это была нелепая угроза. Что смешного? Ереэль в первую очередь моя младшая сестра, а потом уже краснорожденная. Если будешь угрожать ее жизни, клянусь именем Юклайн, я уничтожу тебя. Или Соль не ответила. Она только вздохнула. Даже если императрица узнает, ты не бросишь ее? Ответ на этот тривиальный вопрос был очевиден. Даже если в конце меня ждет уничтожение. Или Соль на мгновение закрыла глаза. Она постояла так, словно задумавшись, а потом кивнула с ухмылкой. Хорошо, тебе можно доверять. Мы узнали о следующем шаге алтаря. Они нацелились на Юрин. Юрин, и нам нужна твоя помощь. Я слегка нахмурился. Это и было твоей целью с самого начала? Да. Я не настолько глупа, чтобы угрожать тебе без нужды. Будь то союзник или враг, рассуждать нужно здраво. Что ж, ты все-таки не безмозглая. Ладно, и какова их цель? На территории Юрин находится спящий вулкан, где устроил базу пепел. Я понял. Их цель вулкан? Да. Идея состоит в том, чтобы искусственно пробудить вулкан. Если это произойдет, Юрин и пепел окажутся в опасности. Для экспедиции в вымершие земли и основного квеста княжества Юрин было крайне важно. Как удачно? Магия, которую я изучаю в эти дни, относится к типу податливости. Это не такой вулкан, извержение которого можно предотвратить с помощью подобной магии. Хаймыф. В этом мире много загадок, которые такие люди, как ты, не способны понять. Или соль нахмурилась, но быстро покачала головой и продолжила жестикулировать. Я прошу помощи. На этот раз мы также окажем поддержку из пустыни. Но перед этим могу я спросить тебя об одном? Я кивнул. Она на мгновение замолчала и посмотрела на меня. Затем спросила дрожащими руками, в чем разница между краснорожденными и Ериэль. Ты ненавидишь краснорожденных, но дрожишь Ериэль. Возможно ли такая антиномия? Я беспечно ответил. Это просто. Ериэль, краснорожденные. Но краснорожденные, это не Ериэль. Или ты теперь Ериэль? Снова подул холодный ветер, потрепав волосы или соль. Вскоре она улыбнулась и кивнула. Я все поняла. Затем она выпрыгнула из окна, скрывшись в ночи. Но не заблуждайся. Краснорожденные, очень сложный народ. Лидер краснорожденных. Я не знал, слышала она меня или нет. Я не испытываю ненависти к вам. Скорее, я испытываю жалость к вам. Сказав это, я встал и открыл дверь. В коридоре было темно. Однако лунный свет за окном просачивался внутрь, освещая несколько капель воды на полу. Доказательство того, что кто-то был здесь. Хэм. Конечно, с пятью чувствами железного человека я слабо ощутил присутствие другого человека. Но я думал, что это был телохранитель или соль, поэтому оставил его в покое. Но это была ты, Ериэль. На полу остались ее слезы. Через три дня, в вип-кабине дирижабля, летящего в Юрин, я уставился на формулу, написанную на магической бумаге. И еще я думал о том, что написать в письме Ериэль. Что мне сказать моей младшей сестре, которая в тот день плакала, и что делать с этим проклятым процессом преобразования? Профессор, что это? Ефрин проявила интерес, нагнувшись ко мне с сиденья рядом. Это формула преобразования. Хэм. Она выглядит простой, не так ли? Простой? Что мне сделать с этой наглой девчонкой? Должен ли я щелкнуть ее по лбу или осадить ее словами? Разве не так? Действительно, на первый взгляд эта формула казалась простой. Всего одна строчка, и если думать об этом как о математической задаче, это выглядело очень легко. Формула преобразования. А, Б, С, Б, С, С, Б, 1. Что вы пытаетесь преобразовать? Что такое А, В, С? Преобразование темной энергии в ману. Темная энергия и мана похожи друг на друга, и, в конце концов, их источник это та же сила, поэтому была выведена эта простая формула преобразования. М, дайте мне взглянуть. Я думаю, что быстро справлюсь. Ифрин взяла бумагу. Давайте посмотрим. Я взглянул на нее и покачал головой. 15 минут спустя. Не совсем получается, но все же выглядит легко. Ифрин все еще не определилась с ответом. Вздохнув, я показал ей половину решения. Смотри, это решение. Хм, о, но я думаю, что могу сама решить. А, что это? Как только я показал ей часть решения, Ифрин широко раскрыла глаза. Говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Давай думать вместе. Задача состояла из одной строчки, а решение из сотни страниц. Нет, это была лишь часть решения. Это формула преобразования, которая предполагает пустую ману, своего рода нейтральное состояние маны, путем использования всех математических концепций, включая функции и геометрию, а также магические формулы. Ифрин тяжело сглотнула. Она действительно думала, что будет легко преобразовать темную энергию в ману. Иногда то, что кажется легким со стороны, оказывается самым трудным. Ага, неужели есть теории, с которыми даже вы не можете справиться, профессор? Я пожал плечами. Проверка займет слишком много времени. Разумеется, будет проще, если составить грубую формулу преобразования и определить, что правильно, а что нет, путем исключения. Но даже для одного подтверждения потребуется три месяца. Что за подтверждение? Меня раздражало то, что она вдруг начала задавать вопросы, но любопытство было неотъемлемым достоинством мага. Нужно влить ману на основе этой формулы преобразования в камень маны, содержащий темную энергию, а затем подождать три месяца, чтобы увидеть результат. А теперь заткнись. Я снова сосредоточил взгляд на бумаге. Дирижабль все еще был на пути в Юрин. Но, Эфрин снова ткнула меня в плечо. Я уставился на нее. Эфрин, хочешь заняться скайдайвингом? Прямо сейчас. Что? Нет. Лучше взгляните на это. Она достала карманные часы. Есть еще один способ использовать эти часы. Посмотрите. Она положила печенье поверх часов и влила свою ману. Часовая и секундная стрелки карманных часов начали быстро вращаться. Тем временем глаза Эфрин были закрыты. Так прошло около 30 секунд. Фух. Что скажете? Эфрин гордо подняла печенье. Я внимательно посмотрел на него. Печенье покрылось плесенью, а потом рассыпалось в пыль. Это был результат перемещения во времени. Ты ускорила его время? Ровно на три месяца. Эфрин скрестила руки на груди и вздернула нос. Я сказал. Ты наконец-то сделала что-то стоящее. Хе-хе-хе. В этот момент бумаги с формулой и частичным решением внезапно ускользнули под сиденье. А потом просто исчезли. А что это такое? Эфрин открыла рот первой. Нет. Хотя я был спокоен. Она вскочила и закричала. Черт. Здесь вор. Здесь вор. Ва-а-ор. Вип-кабины могли вместить только 30 человек. При внезапном крике все пассажиры посмотрели на нас. Эфрин, нахмурившись. Мисс, пожалуйста, успокойтесь. В вип-кабинах не может быть воров. Нет. Кто-то только что использовал магию, чтобы совершить кражу. Ах, я еще не изучила магию отслеживания. Что нам делать? Вы знаете, как это сделать, профессор. Эфрин, закрой свой рот. Даже если кто-то заполучит эти бумаги, он все равно не сможет найти решение. Магическая теория профессора Диклейна была украдена. Кто-то украл его теорию. Что? Это правда. Стюардесса повернулась и посмотрела на меня с огромным удивлением. Я уже мог предсказать заголовки газет Империи завтра утром. Срочно. Дело о краже новой магической теории Диклейна. Такая работа будет стоить 100 миллионов ильни. Нет, я бы даже сказала, что 1 миллиард ильни не унимала Сефрин. Не может быть. Срочно. Дело о краже новой магической теории у Диклейна стоимостью 1 миллиард ильни. Внутри дирижабля поднялся шум. Глава 268 Княжества Юрин. Под предводительством Маха страной управляли пять графских семей. Поскольку страна была маленькой, количество дворян также было небольшим. Семья Сион была одной из таких. Старшая дочь семьи, Роуз, приводила в порядок свои короткие светло-голубые волосы. Она была в полном обмундировании, имея при себе посох, магические наручники и револьвер. «Ты в празднике работаешь?» Спросила ее мать, наслаждающаяся чаем на балконе. Роуз ответила с суровым выражением лица. «Да, идет подготовка к предстоящей выставке». На ее плечах была большая ответственность, так как она была из благородной семьи. Однако она не придавала значения старомодным формальностям дворян. Княжеству Юрин суждено было стать республикой, поэтому дворянство было пороком, который со временем исчезнет. Кастовая система была дурным обычаем. «Твой брат до сих пор не пришел. Чем он там занимается?» «Действительно, он и со мной не связывался. Что ж, не забивай голову, иди уже!» Сказав это, мать Роуз изящна, как подобает дворянам, поставила чашку на блюдце. Роуз вышла из дома, не ответив, и села на мотоцикл, припаркованный рядом, в рум. По пути она расклеила плакаты о розыске на стены. До выставки оставалось меньше недели, и Роуз погрузилась в свои обязанности прокурора по делам магии. Вскоре она добралась до своего рабочего места, прокуратура по делам магии княжества Юрин. Внутри суетилось много людей, несмотря на то, что были праздники. «Приветствую». Роуз вошла, приветствуя старших коллег. Они не выглядели счастливыми, увидев ее, а скорее избегали ее взгляда. Все из-за кастовой системы. «Эм, мисс Роуз?» «Да». В этот момент она ответила вышестоящему, который назвал ее имя. Он казался немного смущенным, но все же положил стопку рабочих бумаг на ее стол. «Вот, что это такое?» «Это жалобы». «Какие еще жалобы?» «Эм, мисс Роуз?» «Вы ведь прокурор, верно?» Спросил он, почесав затылок. Роуз кивнула. «А кто же еще?» «Конечно, я прокурор. Я это к тому, что вы не детектив и не должны проводить случайные допросы, рыскать в поисках преступников, развешивать объявления о розыске и тому подобное. Поступают жалобы». С запозданием она взглянула на стопку жалоб. Объектом этих жалоб была она. «Ох, да, хорошо, вы правы. А вот и настоящая работа для вас». Он передал ей бумагу с красной меткой. Роуз широко раскрыла глаза. «Что это? Вы знаете профессора Деклина?» Мгновенно выражение ее лица напряглось. «Конечно, она знала. Знаменитый злодей Деклин. Да знаю. Большинство жителей Юрин были категорически против истребления краснорожденных. Убивать людей только потому, что их кровь немного отличается. Это казалось им ужасным злодеянием. Он посетит выставку, так что, пожалуйста, сопроводите его. Пожалуйста. Он тот, кто ценит манеры, так что вы лучше всего подходите для этого. Никто, кроме вас, не подойдет. Вы сами понимаете причину». Старший говорил с сарказмом, и Роуз кивнула. «Да, отправляйтесь прямо сейчас. Хорошо». Роуз надула щеки, пока шла по коридору. Ее глаза бегали по сторонам. Почти все в прокуратуре что-то шептали, косясь на нее. Как и ожидалось, мисс Роуз возьмется за эту работу. «Ну, что и следовало ожидать. Мы живем в разных мирах. Мисс Роуз и профессор Деклин схожи. Оба они высокородные дворяне. Профессор Деклин был важной персоной. Одно лишь его сопровождение было бы огромным достижением. Но она ненавидела действия Деклина и еще больше раздражалась, когда вспоминала лица своих родителей. Должно быть, они сделали запрос. Беспомощно пробормотала она, зайдя в свой кабинет и усевшись на стул. Ее родители всегда заставляли ее делать то, чего она делать не хотела. Как бы она ни старалась этого избежать, ничего не изменилось. И все же, когда она сегодня вернется домой, ей будет что высказать им. Пышаша. Рация затрещала, привлекая ее внимание. Прокурор Сион на связи. Докладывайте, сказала Роуз в рацию. Новая магическая теория профессора Деклина была украдена с дирижабля княжества Юрин. Это чрезвычайная ситуация, поэтому нужно мобилизовать как можно больше людей. Как только дирижабль приземлился, к нему стеклось бесчисленное количество репортеров. Так как там было слишком много людей, я воспользовался обходным путем и прибыл во дворец Юрин. Простите, простите. Как такое могло случиться? И вот я уже был в приемной дворце. Принцесса Маха извинялась со слезами на глазах. Я покачал головой. Это не ваша вина. Невежды даже не поймут этой теории. Даже если так. У-у-у. Прокуратура в настоящее время ведет расследование. Так что, пожалуйста, подождите немного. Хорошо. Маха ушла со слезами на глазах, а Эфрин все еще не угомонилась. Серьезно. Кто посмел? Заткнись и иди отдыхать в свою комнату. Я дам тебе задание. Я передал ей чемодан. Эфрин моргнула, глядя на него. Вы говорите, чтобы я отдыхала, при этом поручая мне задание. Там восемь камней маны, к которым я применил формулу преобразования. Ты знаешь, что с ними делать. Да. В зависимости от результатов я могу даже разрешить тебе написать экспериментальную диссертацию. Я даже позволю тебе быть автором этой работы. Глаза Эфри накруглились. Если моя формула преобразования окажется успешной, цена такой диссертации, конечно, взлетит вверх, как и авторитет ее автора. Затем я добавил низким голосом. Однако пока молчи. Нам все еще нужно скрывать это. Да. Ответив тихо, как какой-то шпион, она ушла в свою комнату. А когда я собирался войти в свою комнату. Профессор Деклин. Кто-то привлек мое внимание. Я узнал ее лицо. Как только увидел. Это был один из именных персонажей княжества Юрин Роуз. Результаты предварительного расследования кражи на дирижабли готовы. Мы обнаружили следы магии. Это. Должно быть. Это был призыв, сконцентрированный в чрезвычайно узком пространстве, благодаря чему была похищена только бумага. Да. Это верно. Мы ищем мага, владеющего магией поддержки и управления. Я кивнул и указал на клетку, которую она держала в руках. Что еще более важно, с кошкой все в порядке. Да. Возьмите. Роуз протянула клетку. Мяу. Манчкин замяукал внутри. Домашних животных на дирижабль не пускали, поэтому Софиен пришлось мириться с отделением для багажа. Это удивительно. Я не знала, что у вас есть домашние питомцы. Держите такие мысли при себе. Я схватил клетку и открыл дверь своей комнаты. Роуз остановила меня. Пожалуйста, возьмите эту рацию. Я буду держать вас в курсе расследования. Я возьму ее. Но не надо так напрягаться по этому поводу. Это не та теория, которую идиоты способны понять. Как скажете? Я буду иметь это в виду. Роуз мягко улыбнулась. И я вошел в комнату. Закрыв за собой дверь, я выпустил кошку. Боже, он пугает. У меня мурашки по коже. Голос Роуз стих вдалеке. А Манчкин прищурился. Глядя на меня. Вы посмели запереть меня в багажном отделении дирижабля. Вам стоило просто отменить магию владения на этот период. Это Юрин. А я в императорском дворце. Однажды разорвав связь, я не смогу подключиться снова. Хэм. Вот как. Профессор. Не притворяйтесь, что не знали. Я кивнул. Снял пальто. А затем надел черную мантию. Это была одежда без особых характеристик или опознавательных знаков. Вы куда-то собрались? Возьмите меня с собой. Это место, где кошкам делать нечего. Хэм. Вы говорите о Пепле? Да. Я собираюсь купить кое-что и провести небольшое исследование. В Пепле осталось много наследия Дикой Лена. Независимо от того, насколько низким был статус или насколько отвратительными были представители Пепла, он сотрудничал с ними, чтобы оставить свой след в истории. А как насчет вашей теории? Это не имеет значения. Кошка прыгнула на кровать. Как глупо. Если бы это была я, я бы возложила ответственность на Юрин. Разве это не важная теория? Это теория, на которой я сосредоточился в последнее время. Это ваше изобретение? Это мое изобретение. Но оно дополняет теорию Дикой Лена. Кошка на мгновение замолчала. Я расправил рукава мантия и обернулся. Это магическая теория вашего отца? Да. Профессор, разве вы не ненавидели своего отца? У него, конечно, была отвратительная личность. Но он все же Юклайн. Я должен поддержать бывшего лидера семьи. Взяв три клинка древесной стали и снежный обсидиан, я подошел к двери. Кошка снова заговорила. Не оставляйте меня одну надолго. Хорошо. Теорию Диклейна украли. Я слышал, что она стоит один миллиард илни. Если бы мы только смогли ее отыскать. Но какому ублюдку хватило наглости? Когда Орло сгуляла по рынку пепла в поисках материалов для марионеток, она услышала эти слухи. У Диклейна украли теорию. Хэм, что это была за теория? Пробормотала Орлос, открывая дверь магазина, где продавались сухожилия и органы животных. Привет. Сегодня что-нибудь пришло? На вопрос Орлос владелец покачал головой. Товар был, но пришел клиент и просто смел все. Все? Ага. Пожав плечами, он указал на стенд позади себя. Там было пусто. Что это был за сукин сын? Я не знаю. Звяк. Орлос положила на прилавок серебряную монету. Высокий мужчина, тут же ответил торговец. Звяк. Она положила еще одну серебряную монету. Он был одет в черную мантию. Кажется, дворянин из Юрин. Дворянин из Юрин. Звяк. Еще одна серебряная монета. Он говорил на языке Юрин. С характерным высокомерным тоном голоса. Хэм. Дворянин Юрин на территории пепла. Юрин и пепел были рядом. Но то же время далеко друг от друга. Один был над землей, а другой был под землей, полностью загороженной горами. Если вы не готовы пройти через подземный проход, кишащий головорезами и грабителями, вам придется развернуться. Эскайр. Затем дверь магазина снова открылась. Орлос и владелец одновременно переглянулись. Торговец нахмурился, а Орлос усмехнулась. Интересный день сегодня. Уверенной походкой внутрь зашла группа людей. Под их мантиями виднелись сверкающие кожаные доспехи. Это была униформа представителей государственной власти. Юрин, вы владелец? Некая женщина вышла вперед и положила руку на стойку. Я слышала, тут все обсуждают теорию профессора Деклейна. Правда? А я не слышал. Орлос с интересом наблюдала за ними. Голубого лосая женщина покачала головой и достала из кармана золотую монету. Точно не слышали? Хэм. Однако торговец молчал, скрестив руки на груди. Тогда женщина положила еще одну, две, три, четыре, пять монета настроила башню. Орлос мысленно ухмыльнулась. Эта женщина была из Юрин, но, похоже, знала, как ведутся дела в пепле. Среди всех торговцев хозяин этого магазина был хорошо известен благодаря тому, что владел разного рода информацией. Мне кажется, я что-то слышал. Он решил вести переговоры после получения 15 золотых монет. Я слышал, что тот, кто украл теорию Диклейна, находится здесь, в пепле. Вы уверены? Да. Отправляйтесь в книжный магазин Догмы. Хорошо. Спасибо. Владелец остановил их, прежде чем они ушли. Постойте. Да. Я поделюсь с вами еще кое-чем, дабы это было равноценно 15 монетам. Ох, ладно. Торговец оказался на удивление честным. Отец Диклейна, Дикайлин. Кто этого не знает? Есть человек, который идет по следу Дикайлина в пепле. Торговец бросил взгляд на Орлос, которая горько улыбнулась. Женщина спросила, что это значит. Он был здесь ровно 30 минут назад. И к чему эта информация? В этот момент Орлос шагнула вперед. Вы должны знать, что у Дикайлина и Диклейна не было нормальных отношений отца и сына. Верно. И наследие Дикайлина очень опасно для пепла. Опасно? Дикайлин с помощью магического эксперимента пробудил этот вулкан. В то время в княжестве Юрин, должно быть, была паника. Верно? Глаза женщины стали большими, как блюдца. Вы имеете в виду извержение вулкана 15-летней давности? Точно. А ведь вулкан должен быть спящим. Искайр. В этот момент дверь магазина снова открылась, и внутрь вошли трое молодых людей. Они с напряженными лицами огляделись, а затем встали перед прилавком. Прошу прощения, сказала девушка маг. Это была Эфрин. Она смотрела на торговца с серьезным выражением лица. Я слышала, что теория профессора Диклейна была украдена кем-то из пепла. У вас есть какая-нибудь информация? Орлос ухмыльнулась немного озадаченным видом. Неужели все головорезы из подземелья мертвы? Почему все так просто сюда приходят? Глава 269. Они случайно встретились в магазине пепла. И теперь Орлос привела Эфрин и Роуз с их сопровождением в штаб-квартиру своей команды авантюристов. В помещении, оформленном как обычный офис, Эфрин и Роуз сняли свои мантии и удивленно посмотрели друг на друга. Разве вы не ученица профессора? Разве вы не его телохранитель? Роуз приподняла брови. Я не телохранитель. Я прокурор по делам магии княжества Юрин. А во, прокурор. Разумеется, Эфрин понятия не имела, что это такое. Нет, что более важно, сказала Эфрин, повернувшись к Орлос. Если точнее, это была марионетка Орлос. Вы знаете, кто украл теорию профессора? Орлос покачала головой. Не знаю, но для меня это очевидно. Виновник будет из числа самых разыскиваемых людей пепла. На доске у стены висело несколько объявлений о розыске. Эфрин взглянула на эти лица и, пораженная, указала на имя. Карла? Она тоже здесь? В прошлом Карла была невероятным гением. Ей пророчили звание архимага нового поколения. Однако в какой-то момент то ли она свернула на темную дорожку, то ли она устала от этого мира. Но она резко ушла в подполье и в конце концов превратилась в преступницу, осевшую в пепле. Да, ответила Роуз. Огромная головная боль, как для Юрин, так и для пепла. О ее братье Шакале даже упоминать не стоит. Но она сама совершила довольно много преступлений. Сказав это, она пристально посмотрела на объявление о розыске Карлы. Однако детального внешнего вида не было. На нем была только ее фигура в манте с написанным под ней именем. Первый раз Карла объявилась в Юрин пять лет назад. Мы были рады ее появлению, потому что Юрин не хватало талантливых магов. Мы рассчитывали обучать ее как студентку. Но, спросила Эфрин. Роуз фыркнула. Она быть студенткой совсем не хотела. Она стала воровать, изучать какую-то странную и опасную магию у пепла. А ее младший брат Шакал был убийцей. Но она была невероятно сильна, поэтому даже органы правопорядка Юрин не смогли ее задержать. Дрент, Джулия и двое коллег Роуз тяжело сглотнули, слушая. К счастью, Шакал уехал в Хадикайн. Я не знаю почему, но Карла тоже залегла на дно и сейчас пошли слухи об извержении. Роуз цокнула языком и снова посмотрела на Эфрин, спросив слегка обеспокоенным тоном. Это исследование стоит один миллиард или не верно? Полагаю, что так. Роуз снова надела мантию. Куда вы направитесь? К жерлу вулкана. Я узнала, что кто-то идет по следу Дикой Лена. Я пойду с вами. Дрент, Джулия, вы с нами? Спросила Эфрин. Двое почесали затылки и покачали головами. У нас еще есть дела, так что мы вернемся в Юрин. Правда? Тогда ладно. А вы, мисс Кукловод? Орлос усмехнулась. Затем она закинула большую спортивную сумку за плечо. Я пойду с вами. В пепле много опасных людей. Я знакома с Диклейном, так что сопровожу вас бесплатно. Сердце пепла располагалось глубже торгового квартала. Чем ниже спускаться, тем темнее становилось, и в воздухе парил вулканический пепел. В этих районах обитали шахтеры, преступники, наркоманы и другие представители низшего класса. Жалкие и отвратительные души, у которых не было цели в жизни. Я стоял у жерла этого вулкана, глядя на блестящую магму глубоко внизу. Это конец. Дальше ничего нет, объяснил человек, который вел меня. Так что, бери и уходи. Я бросил ему мешочек золотых монет. Ой, благодарю вас. Хе-хе-хе. Он попятился, широко улыбаясь. Где-то внизу была мерцающая аура, следы маны, которые нельзя было скрыть от моего ясного взора. Я, не говоря ни слова, достал клинки древесной стали, которые вместе образовали маленькую платформу. Затем я встал на нее ногами и медленно спустился в жерло вулкана, словно на лифте, в поисках источника этой ауры. Вскоре я обнаружил убежище, выкопанное в вулканической стене. Это был длинный проход, согретый жаром вулкана. Я прошел по нему и огляделся. Здесь была мебель, диван, письменный стол, магические бумаги. Впрочем, я на них не смотрел. Так ты была здесь? На кровати в дальнем конце лежал человек. Карла. Я медленно подошел к ней. Она лежала вся в поту. Ее темные волосы были мокрыми, а тело горело. Карла посмотрела на меня запавшими глазами. Ее тело было в нескольких шагах от смерти. Такой невероятный талант. Но это тело не выдержало. Независимый квест. Карла. Карла не хочет умирать. Диклин. Карла тихо позвала меня. Этот голос пробудил воспоминания Диклина из далекого прошлого. Она проявляла таланты великого мага с юных лет и однажды пришла учить меня по просьбе Диклина. Эти воспоминания о ней были ясны в моей голове. Другими словами, она была учителем Диклина Дарахакана. Почему ты этого не понимаешь? Почему ты не можешь обучаться? Однако разница в талантах была ошеломляющей, и Карла покинула особняк, озадаченная тем, что Диклин вообще ничего не понимал. Ее наивные вопросы оставили отпечаток на личности Диклина. Да, это Диклин. Мы не виделись со времен Острова Призраков. Вот как? Карла улыбнулась, отвечая. Тем временем я изучил различные магические бумаги, лежащие у ее кровати, и понял написанные на них заклинания. Это была магия типа гармонии, способная вызвать искусственный взрыв, если начертить магический круг на дне жерла вулкана. Карла, почему ты хочешь пробудить этот вулкан? Основной квест. Вулкан в горах Юрин. Вознаграждение на ваш выбор. Основной квест пересекался с независимым квестом Карлы, потому что она была именным персонажем, сотрудничавшим с алтарем. Ты пришел остановить меня, Диклин? Спросила Карла, заставляя себя приподняться с кровати. Ей удалось прислониться к стене. Я пришел узнать причину. Она тихо опустила голову. Пот стекал по ее подбородку. Я, я не хочу умирать. Ее мана извергалась, как вулкан, раскаляя ее тело. Мана пожирала ее сердце и портила ее кровь. Поэтому ты сотрудничала с алтарем? Потому что ты не хотела умирать. Все хотели жить. Был этот мир игрой или нет? Очень немногие были готовы принять смерть. Это было естественно для человека. Сначала я попросила помощи у Дикой Лена. Он исследовал вечную жизнь. Но, но он умер. Карла кивнула. Затем она посмотрела в сторону. Я проследил за ее взглядом. Дикой Лена ставил после себя наследие. Но этого наследия было недостаточно, чтобы продлить мою жизнь. Там было магическое ядро. Это было похоже на какой-то уродливый орган, но уже мертвый. Щупальца, проросшие из сердца. Алтарь связался со мной. Они сказали, что если я буду сотрудничать с ними, они даруют мне жизнь. Ха-ха. Из ее рта потекла кровь, смешанная с Маной. Карла. Она посмотрела на меня. Ты так сильно хочешь жить? Ты хочешь обменять свою жизнь на жизни десятков тысяч людей? Карла с яростью в голосе ответила. А что насчет тебя? Ты тоже не хочешь умирать? Ее голос был хриплым. Нет, тебе не понять, потому что ты будешь жить. Я покачал головой. Нет, я очень хорошо тебя понимаю. Карла нахмурилась. Я посмотрел на нее и сказал с легкой улыбкой. Я тоже умираю. Приняв в себя хаос тех сотен лет воспоминаний из дворца, я никак не мог быть в порядке. Конечно, я сказал Софиен, что со мной все в порядке, но я обманул ее, потому что знал ее лучше, чем она сама. Я сказал неправду. Карла уставилась на меня, не говоря ни слова. Я поднял ее руку и положил себе на грудь. Карла кивнула в этой тишине. Однако у меня есть теория, которая может тебя спасти. Услышав это, она широко раскрыла глаза. Искусственный орган. Вжив искусственное сердце, способное справиться с твоей Маной, ты продолжишь жить. Конечно, ты не сможешь использовать магию выше продвинутого уровня до конца своей жизни. Патология Карлы в конечном счете заключалась в перегрузке тела Маной, поэтому ее можно было исцелить гораздо легче, чем Джули. Было ясно, что нужно исправить. Это действительно возможно? Как только моя теория будет завершена, не думаю, что у меня осталось много времени. Времени достаточно. Так что откажись от своей затеи. Карла на мгновение задумалась над тем, что я сказал, глядя в пустоту. Подождав пару мгновений, я стиснул зубы и разогрел свою ману. Если Карла не примет мое предложение, мой ответ будет простым. Я убью ее. Деклин. Затем Карла указала мне за спину на другую сторону пещеры. Посмотри туда. Я оглянулся. Топ. Топ. Кто-то двигался в темноте. Шаг за шагом. Спокойно. Я посмотрел на него, нахмурив брови. Он встретил мой взгляд с улыбкой. Рад встрече, Деклин. Незваный гость, окликнувший меня, был похож на Софиин. Это я. Этот человек представился как я. Впрочем, этого было достаточно. Ты тот самопровозглашенный бог? Он улыбнулся. Да. Я позаимствовал тело марионетки и ненадолго спустился в этот мир. Разумеется, это не пришествие. Я пришел на некоторое время, чтобы познакомиться с миром и реалиями континента. Я посмотрел на него с помощью ясного взора. В нем не было ничего особенного, ни огромного объема маны, ни божественной ауры. Деклин, почему бы тебе не отправиться со мной в путешествие? Я многое хочу тебе показать. Тем временем Ифрин ела шашлык из кальмаров, шашлык из свинины, шашлык из осьминога, шашлык из лобстера. Бесчисленное количество шашлыков прошло через ее руки. Здесь было полно продуктовых лавок, и она не могла пройти мимо. Мисс Ифрин, разве нам не надо отправляться к жерлу вулкана? Ухмыляясь, сказала Орлос, просто это слишком вкусно. Погодите, я возьму еще этот шашлык из говяжьего языка. Орлос и Роуз покачали головами, наблюдая, как она пытается посетить все лавки с едой в пепле. Давайте пока обсудим детали. Что за разговоры об извержении вулкана? Говорят, Карла обитает недалеко от вулкана. Никто так и не нашел ее, но слухи все же ходят. То ли Карла предсказала извержение вулкана, то ли она пытается пробудить извержение. Орлос вздохнула и вытащила из кармана объявление о розыске. Это марионетка, которую я сделала. Роуз взглянула на объявление о розыске. Затем она кивнула головой. В наши дни он известный вор. Так значит, это всего лишь марионетка? Это был преступник, орудующий в столице Юрин. Он совершил больше 30 краж, так что Роуз хорошо знала его лицо. Да, но это не обычный вор. Это марионетка, мой шедевр, который я создала, чтобы он послужил сосудом для бога. Орлос решила поведать правду, однако Роуз никак не отреагировала. Возможно, поверить в такое было слишком трудно? Вау, как вкусно. Чавк-чавк. Ой, извините. Что это? Э, что аао? Раахаук. У вас здесь тоже есть Раахаук. Ифрин не обращала на них внимания, сосредоточившись на еде. Им оставалось лишь недоумевать, как магу из башни может так нравиться еда пепла. Роуз запоздала кивнула. О, да. Полагаю, вы способный кукловод. Я не просто способный кукловод. Я могу создать жизнь. Вы тоже из этого культа? Да, пице. В любом случае, вам решать, верите ли вы в то, что я говорю, или нет. Орлос почесала затылок. Если эта марионетка теперь обладает божественным сознанием, она на мгновение замолчала и огляделась по сторонам. Город государства под землей. Хотя местных презирали во всех уголках континента, для них это было священное место, которое взращивало чувство собственного достоинства. Покачав головой, она протянула некую книгу Роуз. Это священная книга алтаря. Что? Там сказано, что первым знаком о скором пришествии Бога будет извержение вулкана. Почитайте. Роуз кивнула и убрала книгу. Возложенная на нее ответственность была слишком велика, чтобы прямо сейчас читать священные тексты культа. Раахаук. Раахаук. Еще немного. Пожалуйста. Нет. Упакуйте. Десять. Мисс Ифрин. Вы еще не закончили? Позвала ее Роуз. А? О, вы тоже должны отведать. Прошу прощения, что ем одна. Откройте рот. Аааа. Скривив в улыбке губы, блестевшие от жира, Ифрин протянула ей шампур. Глава 270. Стоя в пещере вулкана, я смотрел на внезапно появившегося Бога. Он все еще улыбался, когда Карла сказала, можешь идти. В то же время появилось уведомление о квесте. Основной квест. Божественный замысел. Моноплюс 200. Он был финальным боссом, ответственным за окончание игры. Он был существом, который поможет закончить этот спектакль или обрушит всю сцену. Поэтому эта встреча когда-нибудь должна была произойти, и этот диалог был необходимым процессом. Следуй за мной. Я подошел к нему. Он спокойно улыбнулся и поманил меня рукой. Моя родная деревня. Давай отправимся в путешествие в божественную эпоху. Пространство вокруг нас изменилось, пока мы говорили, как будто сам мир откликнулся на его слова. Как будто это было естественно. Чик-черик. Щебетание птицы. Яркий солнечный свет, льющийся с неба. Я на мгновение закрыл глаза, а когда снова открыл их, то увидел пейзаж далекого прошлого. Это была первобытная деревня. Здесь были деревянные хижины, покрытые соломой, сравнимые с теми, что были в племенных обществах. Я не видел ни бетона, ни кирпичей, а лишь здания, сделанные только из натуральных материалов. В зеленых горах, чистых ручьях и воздухе царила гармония. По улочкам ходили жители с улыбающимися лицами. Это деревня бога, где я живу. Поселение было скромным, но полным трансцендентной маны. Это был пейзаж божественной эпохи. Пойдем со мной, Деклин. Он указал на самую большую часовню в тихой деревеньке. Я кивнул. Каждый день в нашей деревне начинается с молитв. Идя впереди меня, он сканировал местность тоскливыми глазами. Он говорил так, будто до сих пор жил здесь. Там мы получаем откровение от бога. Эскайр. Он открыл дверь в часовню. Внутри уже было много верующих. Все они сидели с закрытыми глазами, как бы в молитве, ожидая откровения. Смотри, я тоже там. Софиен сидела там, куда он указал. Длинные волосы, красные, как пламя, и багровые, как вино, глаза. Это было лицо Софиен. Разве я не похож на вашу императрицу? Да. Он улыбнулся. Ваша императрица была смоделирована по моему образу и подобию. Я посмотрел на него. Он был странным. Нет, все в деревне были странными. Все они выглядели красиво, но не было факторов, по которым можно было бы различить половую принадлежность. Мы не умираем, поэтому в таких вещах нет необходимости, словно прочитав мои мысли, тихо объяснил он. Если вы живете вечно, нужно ли вам деление по половой принадлежности, чтобы создать потомков? На все воля Божия мы жили в вере. Он сказал так, как будто это было естественно. Я только усмехнулся и покачал головой. Жизнь без истинной свободы. Жизнь в подчинении воле Божией. Это ничем не отличалось от теории судьбы, которую я ненавидел. Нет, это было похоже на саму судьбу. Это жизнь марионеток. Таким ты видишь жизнь в вере? Это ничем не отличается. Хэм, я уважаю твое суждение. Он продолжил, кивнув. Во всяком случае, у нас не было ни преступлений, ни закона, ни глупых страстей. Однако я не думаю, что это жизнь марионеток. Жители взаимодействуют друг с другом. Мы смеемся, плачем, злимся и любим. Щелк. Когда он щелкнул пальцами, место изменилось. На этот раз это был некий академический зал, внутри которого гудели голоса. Жители обсуждали, спорили и даже ссорились друг с другом из-за нескольких листов бумаги с написанными на них откровениями. После молитвы мы пытаемся интерпретировать откровения Бога. Я не мог понять их разговор. Эту сложную и тонкую языковую структуру было трудно понять даже с моим пониманием. Тем не менее, я сохранил всю эту информацию в своей голове, анализируя откровения, изучая их, ощущая божественность в процессе, документируя историю. Мы на один шаг приближаемся к нашему происхождению. Пробормотав это, он вдруг замолчал с печальным выражением лица. Его губы, казалось, изогнулись в улыбке, но глаза были полны грусти. «Божье слово стало нашим долгом, и этот долг стал делом всей жизни, и мы жили день за днем, вновь осознавая Божью благодать. Я щелкнул языком. Это было жалко. Однако, внезапно его настроение изменилось. Он сжал кулаки и стиснул зубы. В его зрачках вспыхнула злоба. Он только что прочитал мои мысли. К счастью, это было не так, так как он продолжил. Однажды Бог умер. Хотя его тон был низким, страсть и ярость сочились из его голоса. Собственные последователи убили его. В тот момент, когда он это сказал, все декорации исчезли. Мир погрузился во тьму. Раздались крики ярости, звуки бойни и ненависти, совершенно отличные от прежнего спокойствия. Эти слова было по-прежнему невозможно интерпретировать, но было ясно, что собравшиеся обвиняют друг друга. Я мог понять их эмоции без интерпретации слов. Мы отчаянно спорили о том, кто его убил. О том, какой зверь посмел убить создавшего нас Бога. И о причине. В итоге я, в шик. В темноте загорелась лампа, излучая слабый, но красноватый свет. Я стал грешником. Это была тюрьма. В деревне, где были только деревянные дома с соломенными крышами, изобрели железную ограду. Наш грех заключался в неправильном истолковании откровения. Какого откровения? Это было откровение от Бога, предсказывавшее его смерть. Он посмотрел на меня и подкинул письмо в воздух. Ваша снисходительность приведет к моей смерти. Мы интерпретировали эту строку откровения по-разному. Появились разные фракции. Я принял эти слова так, что нам нужно было укрепить нашу веру еще сильнее. Но на самом деле Бог говорил о существовании вероотступничества. Мы должны были найти и бороться с вероотступничеством. Но я этого не знал. Он закрыл глаза. Его губы дрожали. Что произошло после этого? Мы очень долго ссорились. Мы, бессмертные, тратили все свое время на то, чтобы понять, как убить друг друга. Потом, в конце концов, мы разошлись по всему континенту. Он говорил это с сожалением в голосе. Самые алчные стали прародителями гигантов. Самые разочарованные стали прародителями фей. А банда отступников, которых я принял за убийц Бога, внезапно его глаза, полные злобы, уставились на меня. Я холодно улыбнулся и кивнул. Они стали людьми? Да. Однако дело не только в этом. Большинство отступников, как ты сказал, стали людьми. Но некоторые из них стали другой расой. Он сказал это как загадку, ожидая моего ответа. Это было легко. Демоны? Да. Люди и демоны не отличаются по своему происхождению. В конце концов, даже демоны, которых ты так ненавидишь, тоже люди. Если все люди будут уничтожены, эти демоны будут называться людьми. Разве это все? Хэм. Остался еще один. Затем он улыбнулся, не говоря ни слова, и указал пальцем на свою грудь. Ты имеешь в виду меня? Да. Кем стал ты? Ха-ха. Ты уже знаешь это. Хочешь услышать это из моих уст? Он положил руку мне на плечо. Он похлопал его пару раз, а затем ударил меня лбом в грудь. Я пытался воскресить Бога. Даже после того, как Бог умер, я остался верным последователем. После этого место снова изменилось. Это была та же деревня Бога, что и раньше, но ее поглотило бедствие. Вихрь из вулканического пепла и песка накрыл деревню. Отчаянные крики раздавались в этом хаосе. Вы не можете. Вернитесь. Вы не должны уходить вот так. Это был кто-то, кто выглядел в точности как Софиин. Если точнее, это был тот, кто стоял рядом со мной прямо сейчас. Разве вы не говорили, что мы можем воскресить Бога, если будем работать вместе? Поверьте мне. Я воскрешу Бога. Он кричал до разрыва глотки, пытаясь остановить ушедших, но песчаная буря накрывала его. Вернитесь. Вы ведь тоже были верующими. Нельзя так просто уходить. Это Бог, которого вы убили. Никто не обернулся. Единственным ответом были вульгарные оскорбления, осуждающие его как фанатика, несмотря на смерть Бога. Вернитесь. Вы грязные отступники. Вернитесь. Вернитесь и искупите свои грехи. Вернитесь. Он отчаянно кричал, дергая себя за волосы. Когда он сорвал голос, он побежал и схватил уходящих за ноги. Его пинали и топтали, но он силой преграждал им путь. Даже когда он не смог их остановить, он начал бросать им в спину камни. Бах, бах, бах. Камни беспомощно падали на землю. Не уходите, не уходите, не уходите. Однако ничего не изменилось, и он остался один. Он оглядел опустевшую деревню. Если мы еще раз продемонстрируем нашу веру, если мы искренне попросим прощения, Бог вернется. Было жалко смотреть, как он бормочет это, будто сумасшедший. Это правда. Это не ложь. Так почему же? Он встал и поплелся обратно в часовню. Некогда священный зал был полон разорванных и сожженных откровений. Откровения нельзя портить. В тот день, когда он придет, шатаясь, как марионетка с развязанными нитками, он собрал бумажки одну за другой и уселся в часовне, ожидая откровения. Он без конца молился в бушующей песчаной буре. Он посвятил этому все свое время и веру. Пожалуйста, явись мне. Пожалуйста, прими мои бесконечные извинения. Щелк. Все декорации исчезли в этот момент. Вернулась вулканическая пещера. Однако Бог так и не воскрес, хотя я молился 10 тысяч лет. 10 тысяч лет? Да. Я молился там все эти годы. Я ждал его в одиночестве. Он горько улыбнулся. Часовня, в которой я провел все эти долгие годы, была отделена от мира. Это была моя смерть, которую я даже не заметил. Стоит ли говорить, что это было ожидаемо от финального босса? Его вера, скорее всего, намного превосходила мою ментальную силу. Теперь ты можешь понять меня хотя бы немного? Он протянул руку. Деклин. Этот континент – земля, рожденная из греха убийц Бога. Его рука дергалась вверх и вниз. Он будто игрался, ожидая, пока я возьму его за руку. Этому континенту нужна вера. Потомки убийц Бога нуждаются в шансе получить прощение. Бог не вернулся, но я буду их Богом. Бог тоже хотел бы этого, потому что именно я служил Богу больше, чем кто-либо другой. У меня есть качество и сила Бога. В одно мгновение из земли вырвалась магма, освещая пещеру. Алый свет осветил его лицо. Я вздохнул и покачал головой. Тогда ты бы уже знал мой ответ заранее. Ты не можешь быть Богом, если даже не знаешь, что у меня внутри. Несмотря на саркастическое замечание, он спокойно кивнул. Я знаю. И все же я хотел сказать тебе это. Ты кажешься очень ценным человеком. Он пожал плечами. Затем он улыбнулся и поднял указательный палец. Но Диклин, я хочу спросить тебя об одном. Что обо мне думают такие люди, как ты? Не нужно было долго думать. Я ответил сразу. Нелепо. Каким бы великим он ни был, каким бы жалким ни был этот верующий, если взглянуть на это реалистично, то в конечном счете он просто персонаж в игре. В этом отношении, учитывая уровень существования, полагаю, Ким Уджин, пришедший в игру извне, стоит выше него. Ким Уджин был частью компании, создавшей этот мир. Вот почему. Ты действительно нелеп. Ты умер верующим, не став Богом и не воскресив Бога. Ты лишь тот, кто тешит себя надеждой стать Богом. Выражение его лица напряглось. Однако он быстро покачал головой и улыбнулся. Человек. Нет, Диклин. Он спокойно назвал мое имя. Я хочу посетить выставку. Там будет собрана вся магия и технологии этого континента. Эта марионетка у меня меньше недели. Я хочу изучить этот мир еще немного. Магическая выставка Юрин. Его глаза мерцали. Мало того, я хочу увидеть бесчисленное множество людей на этом континенте и узнать, достойны ли они прощения своих грехов. С этим телом я хочу прийти к ответу. А что, если их нельзя простить? Почему ты спрашиваешь что-то столь очевидное? Он нахмурился и похлопал меня по плечу. Тогда мне нужно будет очистить этот мир. Вера дается только тем, кто этого заслуживает. Ну, ты это заслужил, так что можешь обратиться ко мне в любой момент, если передумаешь. Я еще раз убедился в том, что это финальный босс. О, верно. Он сделал шаг вперед и указал на жерло вулкана. Скоро произойдет извержение вулкана. Но не из-за магии, не из-за взрыва. Это проведение самой матушки природы. Не ты, не этот ребенок. Не измените это. Сказав это, он указал на Карлу, которая сейчас спала на кровати. Я лишь дал этому ребенку веру. Этот ребенок тоже этого заслуживает. Я повернулся к Карле. Казалось, она могла перестать дышать в любой момент. Так что покинь это место. Простой человек не может остановить этот процесс. Неужели? Да. Ладно. Я кивнул и поставил портфель на землю. Как ты и сказал, это извержение может быть проведением природы. Я распаковал материалы, которые раздобыл в пепле. Но я могу минимизировать ущерб. Его брови приподнялись. Я не из тех, кто так легко сдается. В первую очередь, если бы я так просто принимал любое бедствие за проведение, я был бы идиотом, недостойным называться человеком. Взяв катализаторы пепла за основу, я пытался сформулировать и воплотить магию типа податливости на месте. В этот момент, это всего лишь вулкан. Лучше бы мы остались возле лавок. Верно. Не похоже, что тут есть что-то еще. Нет. Я чувствую что-то внизу. Сверху доносились голоса Эфрин, Роус и Орлос. Ха-ха. Твои спутники здесь. Он посмотрел на меня, улыбнувшись, и я откашлялся. Глава 271 Эфрин, Орлос и Роус. Все трое спустились в вулканическую пещеру и по очереди посмотрели на Диклейна и человека рядом с ним. Что ж похоже, это он. Пробормотала Роус, сравнивая с портретом на объявлении о розыске. Орлос кивнула. Да, это марионетка, которую я сделала. Это марионетка? Удивленная Эфрин широко раскрыла глаза. Он совсем не похож на марионетку. Орлос усмехнулась. Марионетки мастеров своего дела отличаются. Они совсем не похожи на экспериментальные манекены, сделанные в башне магии. И не стоит забывать об использовании множества незаконных материалов, добавил Диклейн. Подойдя ближе, Орлос откашлялась. Хэм. Мне угрожали. Нет, что более важно. Профессор, что вы здесь делаете? Диклейн повернулся к Эфрин, задавший вопрос. Эфрин, как успехи с камнями Маны? А, вот. Она вложила камень в его открытую ладонь. Результат не окончательный, но этот камень показал некоторую реакцию. Диклейн кивнул, а потом швырнул его за спину. Камень Маны приземлился на кровать. Это твоя возможность, Карла. При словах Диклейна человек, лежавший на кровати в конце пещеры, поежился. К Карла. Вы только что сказали Карла. Это было знакомое всем имя. И Фрин и Роуз вздрогнули. Диклейн повернулся к Карле и добавил. Я могу сделать из этого сердце для тебя. Правда? Карла кашлянула, держа камень Маны. Затем марионетка заговорила. Диклейн, у тебя мышление вероотступника. Твоя готовность пойти против проведения напоминает отступников тех времен. Я буду считать это комплиментом. И Фрин посмотрела на этого красивого мужчину с огненными волосами. Нет, был ли он вообще мужчиной? Кхм, кто вы? Ты обращаешься ко мне? В ответ на этот вопрос Ифрин невинно кивнула. Да, мы ведь уже встречались раньше. Что? Не напомните? В то время я назвался Богом. Но ты сказала, что я совсем не Бог. На мгновение глаза Ифрин загорелись изумлением. Она поспешно вскинула руку, тыча в него пальцем. А, вы тот самый? Ха-ха. Да. Ты меня кое-чему научила. Кроме того, благодаря тебе я решил, что сперва стоит заглянуть к вам в гости. Я мало знаю о вашем мире. Что? Эти странно заботливые и нежные слова заставили Ифрин еще больше смутиться, и теперь ей стало неловко указывать на него пальцем. Ха-эм. Действительно? Да. Она сделала вид, что кашляет, и медленно опустила руку. А имя у вас есть? Имя? Да. Ну, я все еще хочу, чтобы меня называли Богом. Ах. Ифрин кивнула, словно поняла. Случезарным взглядом она спросила. Так вас зовут Шин? Вы иностранец? Пы-пы. В корейском так произносится слово Бог. В этот момент даже Бог закрыл рот. Поправив волосы, он вскоре ответил. Зови меня Куэй. Куэй. Странное имя. Пы-ша-ша-ша. Ужасная вонь серы, смешанная с темной энергией, наполнила пещеру. Ифрин почувствовала тошноту, а кровеносные сосуды на лице Диклейна отреагировали. Бу-е-е. Укх. Что это? Что это за запах? Профессор, здесь все в порядке? Не в порядке. Здесь опасно. Скоро произойдет извержение вулкана, ответил Диклейн. Роуз нахмурилась, а Орлос пожала плечами. Ифрин переспросила. Извержение? Да. Пепел сгинет. А в худшем случае извержение вулкана может даже поглотить часть юрин, обрушив с неба дождь из серы. Диклейн аккуратно переместил материалы, разбросанные по пещере, с помощью телекинеза. Коготь демона, сердце мимоллина, кровь темного тролля, яд пустынного скорпиона и прочее. Что вы делаете? Я планирую свести ущерб к минимуму с помощью своей магии. Используя материалы пепла, Диклейн планировал частично воплотить теорию Дикой Лина, создав барьер, блокирующий жерло вулкана. Однако даже моя магия не может предотвратить весь ущерб от извержения вулкана. Пепел скоро превратится в настоящий пепел. Сказав это, Диклейн удовлетворенно кивнул. Подобающая смерть для червей, которые здесь обитают, выражение лица Орлос исказилось, но реакция Роуз была более резкой. Черви, Диклейн посмотрел на Роуз, не говоря ни слова. Взгляд его, как всегда, был острым и устрашающим, но Роуз не колебалась. Подобающая смерть, это уже чересчур. Прокурор Роуз, считаете ли вы, что ваша жизнь равноценна жизням этих жалких преступников? Это правда, что они совершают преступления. За это они будут посажены в тюрьму. Я не перестану отлавливать их. Но это не значит, что они заслуживают истребления. Диклейн уставился на нее и скривил губы в усмешке. Большинство из них заслуживают смерти. Никто не заслуживает смерти. У вас странные идеалы. Хаймыф. Роуз ухмыльнулась. Вы так говорите, потому что в вас течет благородная кровь. Вот почему вы смотрите на них свысока. Вы такая же, прервал ее Диклейн. Вы можете говорить такие вещи, потому что у вас благородная кровь. Если бы вы были простолюдинкой, тогда мы. Он на мгновение закрыл рот и посмотрел Роуз в глаза. Думаете, мы могли бы вести такую беседу? Будучи представителем дворянской семьи, вы можете говорить такие вещи, а будь вы простолюдинкой, вы бы уже лишились головы. Роуз стиснула зубы, а Диклейн покачал головой. Хотя дворяне Юрин должны чувствовать себя неполноценными. По сравнению с имперскими семьями их родословные незначительны. Обернувшись, он посмотрел на Куэя, который наблюдал за ними с любопытством. До извержения еще неделя. Выставка пройдет раньше, так что ты успеешь достаточно увидеть. Хэм, ты собираешься показать мне окрестности? Да. Только сделай свои волосы менее заметными. Куэй улыбнулся и провел рукой по голове. Длинные волосы, которые, казалось, были сделаны из огня, мгновенно стали черными. Ух ты, как классно, пробормотала Эфрин. Раздраженная Роуз подошла, чтобы надеть на него наручники. Вы арестованы по обвинению в краже более 27 предметов из особняков Юрин. Нескольких лавок и аукционных домов. У вас есть возможность оправдаться. Вы можете отказаться от дачи показаний. А также можете обратиться в суд с апелляционной жалобой. Принцесса Юрин. Маха обрабатывала отчеты своих офицеров во дворце. Ух, у-у-у. Вы звучите, как какой-то поезд. Ее личный рыцарь, Шарлотта, улыбнулась ее громким вздохом. Несмотря на это, Маха все еще чувствовала себя виноватой, опустив голову на бумаге. Как мне быть, формула преобразования, если она стоит 1 миллиард и у нас даже не будет денег, чтобы выплатить ему компенсацию. Проблема заключалась в формуле преобразования Диклейна. Почему ее украли именно с дирижабля Юрин? По крайней мере, если бы это произошло за пределами воздушного пространства Юрин, я могла бы найти какие-то оправдания. Я могла бы просто нагло заявить, что это произошло в имперском воздушном пространстве, но это произошло именно у нас. У-у-у, пробормотала Маха, делая вид, что плачет. Она размышляла над тем, как вызвать сочувствие Диклейна и немного уменьшить ущерб от этой ситуации. Хэм. А, что? В этот момент Шарлотта приложила руку к наушнику. Ох, я поняла, слава богу, что там, что, что, что? Маха поспешно подняла голову. Они нашли формулу преобразования, да, нет, дело не в этом, но они поймали легендарного вора. А тот преступник, который украл около 50 миллионов ильни за неделю, да, его нашла прокурор Роуз из рода Сион. Его уже везут во дворец. Роуз, Маха также следила за ней в эти дни, поскольку она была ключевым человеком для установления республики. Как и ожидалось, великие семьи совершают великие дела. Это не из-за ее семьи. Шарлотта откашлялась в ответ на слова Маха. Но вы все еще собираетесь следовать этому плану? Да. Ответ Маха был тверд. Она хотела идеальную республику, страну, основанную на поддержке своих граждан, а не народословной или семье. Демократия, в которой голос большинства определял своего лидера. Нужно было убрать княжество из названия страны. Это будет опасно, учитывая текущую ситуацию. Это не сработает, если не действовать прямо сейчас. У императрицы Софиен вспыльчивый характер. Если они вырастут, Юрин не сможет противостоять им. Они просто проглотят нас. Княжеству Юрин, как те недавно сгинувшего королевства, не хватало политического авторитета. Поэтому Маха хотела, чтобы они отбросили свое прошлое и вступили в новую эпоху как республика. Имперский магнат Деклейн сейчас здесь. Его интеллект нельзя игнорировать. Если он заметит происходящие процессы, это будет большой проблемой. Если Деклейн узнает, он попытается их саботировать и доложит об этом императрице. Маха понимала это. Империя не потерпит республику, в которой граждане могут голосовать. Я сама до сих пор не до конца понимаю этот процесс. А если в империи править останется только императорская семья? Маха покачала головой. Не все так просто. Хозяевами страны должны быть. Тук-тук. Маха и Шарлотта вздрогнули. Да-да. Это прокурор Роуз из семьи Сион. Да. Заходите. Я хочу услышать историю об аресте. Дверь открылась. И Роуз склонила голову перед Маха. Хватит формальностей. Заходите. Да. Спасибо. Кроме того, у меня есть другая важная информация. Профессор Диклин кое-что сказал о вулкане. Центр содержания под стражей во дворце Юрин. Эфрин смотрела на Куэя, посаженного за решетку. Хоть я и пришел сюда за опытом, я ненавижу железную решетку. Куэй постучал по клетке с недовольным выражением лица. Разве это не редкий опыт? Оказаться за решеткой. У меня уже есть такой опыт в прошлом. Что? Вы были преступником? Когда Эфрин нахмурила брови, Куэй лишь молча улыбнулся. Нет, что более важно, зачем вы украли это? Эфрин помахала списком украденных вещей, предоставленным Роуз. Куэй украл много вещей. Он воровал все, от драгоценностей до случайных безделушек. Я хотел взглянуть на эти вещи, потому что они были интересными. Я собирался вернуть их позже. Это воровство. Ха-ха. Вот как, Эфрин уставилась на него, затем села на ближайший стул и открыла свою диссертацию. К счастью, помещение было не таким уж плохим. Наоборот, здесь было чисто и тихо, как в библиотеке. Эфрин, верно, ты не уйдешь? Профессор сказал мне следить за вами. Ох, а что это? Куэй проявил интерес к ее диссертации. Эфрин ответила с ухмылкой. Это диссертация, которую мой отец и профессор разработали вместе и я изучаю ее. Я до сих пор не поняла третью часть диссертации, но надо спешить. У меня всего неделя. Почему ты торопишься? Разве ты не молода? Несмотря на то, что люди смертны, вы живете десятки лет. Эфрин достала ручку и ответила, делая заметки. Я хочу остановить извержение вулкана. Описанная здесь аллотропия, по-видимому, весьма полезна для предотвращения извержений вулканов. Хэм? Разве это не зависит от диклейна? Да. Но пепел он защищать не хочет. Куэй выглядела задаченным. Я собираюсь изучить это, добавить к магии профессора и спасти пепел. Ты не слушаешься своего учителя? Нет. Но что более важно, Эфрин перестала делать записи и вдруг посмотрела на Куэя. Что, черт возьми, вы пытаетесь сделать, придя в наш мир? Каковы ваши планы? Вы собираетесь стать богом? Да. А как вы станете богом? Куэй посмотрел на нее. Как стать богом? Как очистить континент, который уже был запятнан слишком большим количеством нечистот? Она спросила о том, о чем он думал бесчетное количество лет, будто это было так же просто, как дышать. Но именно поэтому она ему нравилась. Сначала я остановлю все. Мир, время, пространство. А затем я переплавлю все это во что-то новое. Эфрин фыркнула, явно считая его слова абсурдными. Конечно, я отфильтрую нужных людей. Ты среди них. Я? Да. Обойдусь. Почему? Разве бога заперли бы в клетке? Ха. В этот момент Куэй мягко улыбнулся и сделал шаг вперед. Так лучше. Теперь он стоял снаружи клетки. Ах. Что еще более важно, где Диклин и что он делает? Как вы сбежали? Даже его наручники исчезли. Эфрин посмотрела на Куэя, прищурившись. Затем, вздохнув, она спросила. Хотите знать, где профессор Диклин? Да. Он в суде. Он ваш адвокат. Он защищает меня? Да. Вы сказали, что хотите посмотреть выставку? Тогда вам нужно выйти отсюда. Легально. Куэй задумчиво закрыл глаза. Нет. Защита, кажется, давно закончилась. Кончилась. Действительно. Вы можете видеть это? Да. Он сейчас. Он мог видеть, что делает Диклин. Куэй, собиравшийся что-то сказать, вдруг напрягся. В чем дело? Что он делает? Он пишет. Пишет. Что? Ифрин было жаль, что она не может это видеть. Это слова божественной эпохи. Это. Куэй снова открыл глаза и рассмеялся. Неужели он понял языковую структуру, услышав это всего один раз? Чего он хочет добиться, изучая это? Ифрин пожала плечами. Может, он хочет нормально поговорить с вами? Так или иначе. В этот момент двери распахнулись. Куэй, тебя отпускают. Что? Как ты сбежал? Несколько охранников стояли позади них, уставившись на Куэя, который выбрался из-за решетки. Руки вверх. Руки вверх. Мисс Ифрин, выйдите наружу. Они снова надели на него наручники. Глава 272 Звяк. Железные решетки центра заключения Юрин были открыты, и я смотрел, как Куэй выходит. Полагаю, все проблемы решены? Я вернул все, что ты украл. Куэй слегка улыбнулся, а Ифрин бросила на меня странный взгляд, прежде чем спрятать свою диссертацию и заметки за спину. Затем Куэй спросил. Но, Деклин, зачем ты делал записи на языке божественной эпохи? Язык божественной эпохи, или, другими словами, язык Бога? Структуру, необходимую для интерпретации и передачи откровений божественной эпохи, было трудно усвоить даже с пониманием. Нет, это было невозможно. В этом языке изначально не было такой вещи, как структура. Часовня, которую ты мне показал. Я хочу найти это место. Часовня? Он удивленно приподнял брови. Я кивнул в ответ. Я должен понять тебя, чтобы убить. Ха. Даже если знать, где это, как ты попадешь туда. Я проходил игру в качестве тестировщика, но я мало что знал о финальном боссе. Как геймдизайнер, я искал проблемы с графикой или световыми эффектами. Прежде всего, финальный босс был чем-то, что игрок должен был убить. Он не был кем-то, кого нужно было понять, как других именных персонажей в мире. Я выясню это позже. Однако кое-что я знал точно. Настоящее имя этого парня, представившегося Куи им. Я знал имя, которое не знал никто другой в этом мире. Нет, пожалуй, даже сам Куи забыл. И что же мне делать теперь? Спросил он. Ты свободен? Так просто. Тюремщик подошел к нему, снял наручники и вручил бумагу. Это было временное удостоверение личности Юрин. Изучать выставку сможешь сам. У тебя есть ноги и глаза. Куи выглядел слегка сбитым с толку. Можешь делать что угодно. Хэм. И ты не против? Убью я тебя сейчас или задержу? Это ничего не изменит. Эта встреча подарила мне 200 маны, и мой общий объем наконец-то превысил 5,000. Такого достижения было достаточно. Я отпущу тебя. Отправляйся на выставку, используя эту карту. Я протянул ему карту. Куи посмотрел на нее и сказал спокойным тоном. Хорошо. Но Диклин, ты никогда не выучишь наш язык. Почему этот язык менялся каждый год? Мы говорили на бесчисленных языках на протяжении бесчисленных лет. Даже вся история вашего континента будет меньше в объеме, чем количество сказанных нами слов. Если так, то это разочаровывало. Однако это не было достаточной причиной, чтобы я сдался. Дай мне подсказку. Я думаю, что смогу обучиться. Куи покачал головой. Я, конечно, прибыл сюда, чтобы испытать этот мир и человечество, но я не хочу давать вам знания того времени. Спрошу еще раз. Почему? В конце концов, ты тоже человек, и я не потерплю осквернение того, что Бог дал вам людям. Закончив говорить, он фыркнул и прошел мимо меня. Он выглядел суровее, чем раньше, но меня это не пугало. Я обратился к нему, когда он уже уходил. Последователь Куи. На мгновение его плечи вздрогнули, и тело марионетки начало испускать божественную ауру. Куи молча посмотрел на меня. Гнев и сомнения, тоска и нежность отразились в его больших глазах. Эти сложные эмоции были вызваны тем, что я обратился к нему на его языке. Последователь, и Куи. Эти два слова оставались неизменны. Ты всегда был последователем, и тебя всегда звали Куи. Ты, Куи, стиснул зубы. Ифрин посмотрела на него и похлопала по плечу. Он посмотрел на Ифрин, снова посмотрел на меня и горько улыбнулся. Хорошо, я дам тебе свиток. Сказав это, он взял одну из магических бумаг Ифрин. Бумага удлинилась и свернулась, как ковер, превратившись в большой свиток. Пожалуйста, даже если ты посвятишь этому всю свою жизнь, ты не сможешь прочитать все это. Сразу после этого Куи вышел из здания. Я молча махнул рукой в сторону Ифрин, указывая ей следовать за ним. Ифрин кивнула, откашлившись. К счастью, она была сообразительна в этом отношении. А вы куда пойдете, профессор? Теперь мне есть что изучить. Правда? В подвале дворца Юрин есть библиотека. Идите туда. Ладно, мне пора, а то упущу его. Она хихикнула и побежала за Куием. Глядя, как она уходит, я слегка улыбнулся. Да. Принцессу Юрин, Маха, всегда волновала судьба нации. Однако жизнь нации была не такой простой, как жизнь людей. Смерть человека была концом только для этого человека. Но смерть Юрин оставит после себя темный след, который приведет к еще большим смертям. В далеком будущем, если нация Юрин будет уничтожена или аннексирована империей, оставшиеся граждане могут стать мишенями для уничтожения, как краснорожденные в нынешней ситуации. По крайней мере, они будут подвергнуты дискриминации. Вот почему Маха не принимала активного участия в бойне краснорожденных. И именно поэтому она хотела заложить основу для республики. Настоящие краснорожденных было возможным будущим для Юрин. Резня, нацеленная на тех, у кого недостаточно сил. Если бы краснорожденные не были племенем пустыни, если бы они были могущественной страной, способной противостоять империи, они бы не оказались в нынешней ситуации. Следовательно, для Маха старейшины, возглавлявшие краснорожденных в прошлом, Субтитры подогнал «Симон»